Вечерняя передача на радио Москва-ФМ Вечерняя передача на радио Москва-ФМ Андрей, хотелось начать с общих вопросов Как сейчас у нас, тупой вопрос задам сейчас Как у нас с угонами сейчас? Вдруг их стало меньше? Ну мало ли, хочется на это надеяться всегда Угонов действительно в прошлом году стало меньше Серьезно? Да, это, скажем так, причиной этому является Общее падение покупательской способности на вторичном рынке Кроме того, введенные всякие санкции и прочее В общем-то, сильно снизили сам рынок потребительский А, соответственно, машин больше угонять не будут Чем могут преступники продать То есть общий спад, еще раз, вторичного рынка Его активности, он привел к снижению роста угонов Это основная причина Это если говорить про 22-й год, 23-й В общем, будем смотреть в конце года на статистику Ну да, пока еще не понятно Статистика будет, как всегда, туда, ближе Ближе к Новому году уже, да, полная? Слушай, по поводу того, в какое время Угоняют автомобили Откуда их угоняют? Что-то поменялось? Тебе известно об этом? Практически ничего не поменялось Тоже самое, да? Да, автомобили также угоняют в основном в ночное время Это период где-то с 2-х часов ночи до 6-ти утра И в основном это спальные районы А также, если говорить о крупных городах, это область То есть сейчас вот рост угонов в области происходит Именно благодаря тому, что в городах уже начинает выстраиваться Система контроля за самими транспортными средствами Мы в прошлой передаче с тобой говорили про систему поток Да, да, да Как большой брат, да, который строит поведенческую модель автомобиля И, в общем-то, помогает раскрыть преступления внутри города Но это хороший большой брат такой, правильный, нужный Да, правильный, нужный брат То есть это привело к росту раскрываемости угонов внутри города Но это, соответственно, привело к росту криминальной обстановки по угонам в области Можно говорить и по Московской области, и по области Санкт-Петербурга Слушай, а то, что касается же, была такая Я не знаю, сколько процентов от всех угонов она занимала Когда машины угоняли от больших молов, от торговых центров и так далее Да, это... Ну, где большие стоянки, есть парковки Продолжается, да, но сейчас именно больше у торговых центров происходит именно противоправных действий По вскрытию автомобилей для кражи вещей То есть те же устройства, которые используются для угонов автомобилей Такие как трансляторы, кодграберы Если интересно, мы затронем, как они работают А мы обязательно об этом позже поговорим Да, то есть они стали больше использоваться для кражи личных вещей автовладельца из автомобиля Ну и в любом случае машину надо открыть, чтобы туда попасть Конечно, да, но тем не менее угоны именно от торговых центров также продолжаются Потому что там, как говорится, есть выбор То есть можно выбрать нужный цвет, модель и состояние автомобиля Да, Андрей, у нас, как всегда, программа интерактивная У нас будет сегодня много сообщений Я тебе просто напоминаю на всякий случай Ты в курсе и так, и много звонков Вячеслав, да, к нам дозвонился? Да, Вячеслав, приветствую Здрасте Добрый вечер, хочу вас повеселить У нас в городе появилось на одну БМВ с поворотниками больше Да ладно? Я пересел на пятерку БМВ Все работает Знаете, что интересно И правый, и правый, и левый работает, и аварийка, все хорошо у вас Да, да Отлично Знаете, я пересел с Audi 6, какая же скучная машина Она даже 186 идет скучно Ага То есть очень, знаете, вся серьезная какая-то, правильно? И очень скучный автомобиль А вот БМВ, конечно, я в восторге Тут она мягкая, понимаете Я уже и дрессую, слушайте И под фетчикой здесь Вячеслав, ну мы вас, во-первых, мы вас поздравляем Спасибо А вот, и во-вторых, пятерка, да, у вас, вы сказали? Да, пятерка, ну все, сейчас бензин будет дизельный, да А кузов какой? Слушайте, ну я в восторге от БМВ вопрос А кузов какой, Андрей, спрашивай Какой кузов? Кузов черный, пятерый Кузов черный, ну этого достаточно Нормально Я пришли вам из фото, что вы счастливы Давайте кидайте, мы обязательно посмотрим, заценим Слушайте, шикарная тачка, просто шикарная Ну супер, поздравляем А Вячеслав, не могу не спросить Вы как-то озаботились дополнительно О том, как предотвратить Что-то нехорошее, что может с БМВ произойти Не дай бог, конечно Конечно, озаботился, это не мое А, вот в чем дело, да То есть вы как бы на это чем и не парились особо Нет, вы знаете, это у себя всякие Есть всякие Самое такое из доступного Это вот эти маяк За пять тысяч маяк прячешь В разные всякие разные места там Ага, ну это вот Андрей знает об этом все Да, да, да Да, да, ну знаете, это очень дорогого стоит Правильный установщик Не стандартный установщик, а вот правильный Ну понятно Это вот, знаете Я сядю в камне, когда почитал Я понял, что Не по карману будут ее защитить Там просто Это Штыри в двери Два троса на капот А открывается она Отвертка и третий номер Вот это самое Тросик там Все, замок видно Ну просто И плюс какой-то блок там Короче говоря Вот 70-я камня Это просто Можно не закрывать Спасибо, спасибо Звонок еще раз поздравляем С приобретением Хоть и не вашим Я так понял, но тем не менее Машины приносят удовольствие Это самое главное Да, но маяк Это опять же Не защита от угона Надо понимать Это попытка найти Машину Или деталь Куда он был установлен Потом уже, да? Когда все произошло Да, то есть это не препятствует Самому действию угона Да Попытка найти автомобиль То есть ставя маяк Один или два Или три Некоторые ставят Нужно понимать Что если машина угонит Нужно иметь время И силы пойти ее найти Да, то есть Вот есть случаи Когда автомобиль двигался Там, допустим В сторону Казахстана И владелец получал Точки, координаты От этого маяка То есть машина Все время была в движении Он пытался связываться С постами Впереди заявлять об угоне Машина, в общем-то Пересекла границу И там маяк перестал работать Да, то есть Такие случаи есть А есть, например Случай, когда Автовладелец Это, кстати, была Toyota Camry У него Андрей, прости, пожалуйста Про Camry обязательно поговорим Алексей там дозвонил Чтобы просто не ждал Алексей, здрасте Добрый вечер Добрый Хотел задать вопрос Сегодня просто Посмотрел видео В интернете В общем, ситуация такая У кого торгового центра Ну, человек Как бы водитель Информация от него такая Что несколько машин В округе стоят Завестись не могут Явно какая-то глушилка стоит И подходят, конечно, люди Там с предложением Давайте сейчас поможем Разберемся Все, как бы Заведетесь А, то есть Прямо сразу подходит Соответствующий персонаж И предлагает свои услуги За соответствующую плату Ну, понятно Ну, а смысл такой Что он просто вручную Откатывает машину Метров на 50 От того места И она раз и заводится Все нормально Вот этот процесс Технологический Как осуществляется Водительный автомобиль Все понятно Сейчас Андрей Все объяснит Очень известная система Спасибо, Алексей, звонок Да Про Camry попозже Давай к Camry вернемся попозже Да, давай Про Camry, про маяк Да, то есть Маяк спрятали в сиденье Camry, да Эту машину угнали Ее разобрали полностью Это в Санкт-Петербурге было И этот маяк Соответственно Так как он был в сиденье Он продолжал излучать И показывать точку Вот там есть такой Большой рынок Вавтово Владелец нашел Значит, приехал на этот рынок И нашел свои сиденья Вот владелец ему сказал Что, знаете Мне их привезли Вот, предложили там За 15 тысяч сиденья Ну, естественно Он не знает Откуда они взялись Да, я могу по 20 их продать Он мог бы вообще сказать Я не знал Стое сиденье Да, то есть Маяк еще раз Не предотвращает самопреступление Помогает найти автомобиль Да, но опять же Нужно иметь силы Возможность, время Его найти То есть Правильно не дать угнать Машину с места Чем ее где-то искать Вот, это к маяку Значит, теперь вот Ситуация с глушением Да, то, что Алексей звонил Спрашивает Я тебе хочу сказать Просто прости Многие нам звонили Уже рассказывали о том Вплоть до того Что бывают Какие-то странные случаи Что стоит рядом машина Условный Мерседес И находясь рядом с ним Моя машина не завоится И не открывается Ну, вообще никак не реагирует Как только эта машина отъезжает Может быть, это совпадение Я не знаю Но такие истории тоже были Да, смотри Значит, все устройства Которые работают По радиоканалу Которые поступают На рынок Российской Федерации В том числе и в автомобилях С сигнализации штатной Они работают На строго установленной частоте Сейчас это 433,92 МГц И 868 МГц Вот То есть Зная эту частоту И поставив Условно говоря Некую трупомеху То есть Мощность передатчиков Тоже ограничена Там 5 милливатт И вот Поставив Ну, помеху Мы можем накрыть Ну, не дать возможности Работать штатным сигнализациям Например, в радиусе 50 метров Это можно, кстати, сделать Даже обычной радиостанцией На которой можно Настраивать частоту Вот Для чего это делают? Первое Это возможность Подготовки к угону Да, то есть Когда автовладелец Выходит из автомобиля Приехал с семьей Пытается поставить Автомобиль в охрану А у него ничего не работает Первое Что он думает Что у него села батарейка В пульте Да, либо что-то Ну, не работает Штатный ключ Не хочет работать Ну, вот То есть Первое, что он делает Особенно если Вот там торопит семья Он, конечно же Закрывает машину ключом В общем-то Что преступники Хотят сделать Так как он ключом Ее закрывает У него, соответственно Сигнализация в охрану Не становится Это первое Да, то есть Это подготовка к угону Второе Это попытка Заработать В сложенных условиях Сегодня, да Это, соответственно Мошенничество Которым прибегают Преступная группа Они глушат радиоканал В радиусе Там, допустим 50 метров У автовладельцев Перестают работать Штатные сигнализации И они, находясь рядом Помогают Якобы им Помочь Там Вот Или могут Там, не знаю Батарейки продавать Для пультов Вот он поменял Батарейку при вас Ему там отдали 500 рублей И у вас все Прекрасно заработало Или палаточка С батарейками рядом стоит Например Андрей, сейчас секунду Прервемся Буквально на несколько секунд И продолжим Вечерняя передача На радио Москва ФМ Продолжаем вечернюю передачу Про безопасность Наших с вами автомобилей Мы сегодня говорим В гостях В студии Эксперт по защите от угона Андрей Кондрашов Андрей, еще раз Привет Привет Мы прервались Давай освежим в память Чтобы сначала Такая у нас история была Для чего глушит Радиоканал Автолодельцы не могут Открыть свою машину Начинают там паниковать Бегать Вдруг появляются люди То есть это вторая у нас схема Первая это подготовка угона То есть смотри Машина вообще никак не реагирует Да Не открывается Не закрывается Ничего не происходит Да То есть брелок на сигнализацию Не реагирует Но первые мысли Слушай На самом деле Села батарейка Обычно Да Ну тут же появляются люди Которые помогают Эту батарейку поменять Там за какую-то небольшую денежку Соответственно за день Там если ты поменял Там на 50 брелок Батарейки Просто штатная сигнализация Ничего страшного Открываете машину ключом Да у нее сработает Сигнализация штатная Но необходимо будет Поднести ключ Например кнопки старт-стоп Либо контейнер в подлокотнике То есть в зависимости от марки Модели автомобиля И просто запустить двигатель Не используя так называемый Высокочастотный радиоканал Низкочастотный То есть ключ считывается На маленьком расстоянии Там 3 сантиметра И двигатель запускается Можно спокойно уехать Это первая рекомендация Да Если у вас стоит сигнализация Также ключом открываете дверь Вводите Соответственно Сигнализация с охраной И так же запускаете Без проблем двигатель Вот То есть не надо Злоумышленникам Идти навстречу Вот Если у вас при постановке В охрану не работает сигнализация Рекомендую просто 200 метров оттуда уехать В вероятности 100% Что вы выйдете из зоны Вот этих помех Так что вот А зона это плюс-минус Как раз те самые 200 метров Ну 50-60 метров А поменьше Если они используют Обычную радиостанцию То это да Где-то 50-60 метров Купол вот Куда можно попасть В радиус работы Вот этой помехи Слушай, а у меня в связи с этим Возник вопрос Я не знаю к тебе или нет Но я его озвучу в любом случае Потому что это важная штука Если с тобой это произошло на парковке Но и ты как человек Более-менее прошаренный Подозреваешь Что это не просто сила батарейка А понятно в чем дело Где-то неподалеку Вот те самые люди Которые глушат Если ты звонишь в полицию Это к чему-то приведет К хорошему Ну как правило Их могут как-то найти Этих людей нагнуть И так далее Их можно найти При помощи специального оборудования Так называемых анализаторов поля То есть которые показывают Мощность излучения Источника сигнала И по нему можно прям прийти К тем, кто и создает эту помеху То есть понять, что оно существует здесь Да, конечно Там будет видно уровень сигнала И просто идти И так Это у нас Когда еще пионерские лагеря были Такая охота на лис Была игра Да, да, да Да, и вот найти источник излучения То есть где максимальное у нас Излучение, скажем так Этой помехи находится Найти их Но опять же Это может быть внутри машины Когда они увидят Они ее выключат То есть Ну это очень сложно Скажем так То есть опять же Если машина полится Скорее всего Они просто оттуда уедут Вот Поэтому рекомендация Просто переехать На 200 метров В другое место Там 100% все будет работать А если вы повалить Такую ситуацию Что не можете снять с охраны Просто ключом Открываете машину Да, сработает сигнализация У вас должен быть Пин-код аварийного отключения Если нет Радиоканал не работает Ну по сути Вы потеряли брелок Ничего страшного Еще бы его помнить Это пин-код Вот Поэтому рекомендую Да, его Лучше когда-нибудь записать Под свои цифры Да, и фотографировать Либо запоминать Обязательно То есть нужно всегда знать Как аварийно снять систему с охраны Если у вас нет брелка с собой Это обязательно Слушай, ну вот это ноу-хау Оно же относительно Недавно возникло, да? Ну да-да-да Это просто, скажем так Ну опять же Преступный рынок Он адаптируется К условиям К разным Все время появляются Новые схемы какие-то В том числе и глушение Вот это одна из схем Такая машина Слушай, ну батарейки Бог с ними Ладно, если кто-то Не понял в чем дело Купил эту батарейку Там за 500 рублей Условно говоря Там поменял Все естественно Как бы заработало, да? Человек сел Открыл машину Уехал А грозит ли это Вообще угоном Твоего автомобиля? Да, если тебе Изначально не дают Поставить машину в охрану То есть еще раз Если вы приехали В торговый центр Ставите в охрану Вашу систему С брелка Либо с сенсора Там тоже радиоканал Этот же работает На точно таких же частотах Стандартных И у вас машина Вдруг не закрывается Просто садитесь И переезжайте В другое место Вас заставляют Закрыть машину ключом А в некоторых машинах Личинка спрятана Вообще под накладками И большинство Автовладельцев Вообще даже не знают Что у них там Куда эту личинку вставлять И как закрывать Мы научены уже хорошим Мы привыкли к комфорту Мы механически Ничего не делаем Практически Да, все Ой, машина не знает Что делать Надо идти быстрее Батарейку поменять Ну то есть Автовладелец там Начинает суетиться Вот поэтому Не надо суетиться Перейдите в другое место Все там заработать Слушай, вопрос от Оксаны Пришел на такой Юридического характера Но прочитаю Если угнали машину Потом подали ее в розыск Ну естественно Человек сам начал искать Свою машину Нашел Что бывает не часто Ну бывает, да Периодически Ехал на ней Остановили ДПС Сказали, что она в угоне И что вы сами это сделали Что делать в таком случае? Очень сложный вопрос Сложный вопрос Вообще, если вы нашли Машину свою Такие, кстати, случаи были Когда автовладелец Подключались к поиску Своей машины Находили их на сайтах Объявлений Вот Иногда это приводило К успеху Нужно просто, во-первых Ну после угона Соответственно Открывается уголовное дело Есть следователь ответственный Который Надо с ним связаться Сказать Я нашел свою машину Следователь обязан Принять все Соответствующие факты К этому делу И Ну скажем так Предпринять максимальные Действия Которые Он может Для того, чтобы Эту машину изъять Ну вот Поэтому можно Скажем так Не нужно ее самому забирать Вот А нужно Прилосить следователя И все правильно оформить Вот Если вас остановили На своей же машине Которая была в угоне Ну скорее всего Ее задержат И Ну до выяснения обстоятельств Вот это именно так Называется До выяснения обстоятельств Да Слушай, а можешь Я просто вспомнил историю Которую рассказывал ты В прошлой программе Когда приходил Можешь освежить ее в памяти Мне кажется Очень важно Ты говорил о том Что есть смысл Если вдруг Вы не обнаружили На привычном месте На парковке Свой автомобиль Стоит походить По дворам рядом И поискать Да Большой процент Что она где-то В кустах Грубо говоря Стоит Потому что Ее как-то Ставят Передержку Ждут Да Сейчас опять же Если это говорить Про угон в городе Потому что Система Паутина Сначала поток Назвался Сейчас паутина Значит Система паутина Она может выявить По каким камерам Куда автомобиль выезжал И примерную траекторию Его движения Да Поэтому преступники Стараются что сделать Первое Это конечно же Подменить номер Если они хотят Выехать из района Они просто берут номер Точно такой же машины Так называемый Донорский номер И спокойно выезжают Но опять же Паутина сообщит Что этот номер В эту область Не въезжал И он почему-то выехал Это кстати Очень сильно помогает Раскрыть преступление Вот Но в большинстве случаев Да Точнее в большинстве В ряде случаев Да Автомобиль оставляют В этом же микрорайоне Никуда не выезжая То есть пока по нему Тихнет план перехват Пока там Ну все Затихнет Успокойся Потом его уже забирают Да Поэтому после угона Большая даже рекомендация Да по самому там Друзей попросить пройти Посмотреть по улицам С его района Вот Кстати говоря Машину без номеров Оставить не могут Сейчас у нас Туристические законы Он уже Много лет действует Если машина обнаружится Без номеров Ее эвакуируют Поэтому да Преступники оставляют Машину всегда На каких-то номерах Хоть какие-то Но будут в любом случае Да Мало того Они еще постараются Ее обезличить То есть там Под вин-девин номер Туда какую-нибудь карточку От овощной базы положить То есть Ну визуально Тяжело будет Понять что Это Ну то есть Выяснить чья это машина Но владелец знает Свою машину Там все трещинки Скольчики И можно в принципе найти Напомню номер Для ваших сообщений 8 926 4 0 92 и 0 И звоните в эфир 7 2 8 7 7 0 1 Код Москвы 4 9 5 Давай вернемся К общей статистике Как-то поменялся Модельный ряд Который пользуется Сейчас наибольшим спросом У гонщиков Ну он в общем-то Последние 3 года Продолжает лидировать У нас корейцы В угоне Обычно это Рио Солярис Санта-Фе Сейчас вот Угонах Палисады появились Это конечно Корейские Корейские автомобили В общем-то Тут Скажем так Криминальную составляющую Составляет Основу ее Составляет Спрос вторичного рынка И спрос запасных частей То есть угоняют Не для того Чтобы на этой машине Где-то потом В другом регионе В далеком кататься А именно на разбор В гараж И все Да Кстати говоря Разборы наблюдаются Последние 2 года В связи с дефицитом Запасных частей В связи с тем Что мы теперь официально Перешли на ремонт БУшной без запчастей Да Перешли Причем Очень резко Скажем так 90% Страховых выплат Это возврат Автовладельцу Именно денег Не ремонт автомобиля У дилера А именно денежная компенсация Когда автовладельцы Уже сам ремонтируют Свою машину БУ запчастей А почему в таком случае Корейцы на первом месте Почему не японцы С ними же такая же история Почему не европейцы Японцы возглавляли Ну тут нужно смотреть Там же кто у нас были Ну Toyota была традиционно Ну можно еще раньше вернуться Это там допустим 90-е годы Конец 90-х Как-то только иномарки Да у нас стали появляться Это вот то Что пользовалось спросом Автовладельцев Это Audi 80-ки Сотки Пятерки BMW Это все возглавляло Рейтинги угонов То есть то Что владельцы Ищут на рынке То в общем-то И пользуются Спросом на криминальном рынке На угоны Вот потом Соответственно 2000-е эту инициативу Как раз перехватили Toyota Это прежде 100-е Крузаки Camry Avincis Corolla Корolla угоняли Корolla да Вот И когда Кстати говоря В начале Десятых годов У нас появились корейцы На них в общем-то Смотрели все Как-то Вообще даже Человек покупающий Корейскую машину На него как-то смотрели С опаской Слушай Ну первое время же Была вообще история Непонятно Поедет она или нет А если поедет Сколько она будет ездить Да что это Куда это Вообще непонятно Откуда эти машины Но там резко ситуация поменялась Да и вдруг Корейцы стали делать Действительно Качественные Хорошие машины В общем Которые составили Очень неплохую конкуренцию Там Другим автомобилям Особенно японского производства И было видно Как То есть Автовладельцы выбирали Корейский автопром На него переходили Таксомоторные парки На него переходили Сейчас Крошеринг появился Это в основном Корейские автомобили Вот Ну и сейчас мы наблюдаем Соответственно Картину Которая только-только Зарождается Это китайские автомобили Подожди Мы об этом попозже Конкретнее поговорим Потому что это отдельная история И ей надо посвятить Большое внимание Потому что действительно На дорогах Столицы Вообще России Появилось много Я не успеваю За их брендами Под брендами Суббрендами Я тоже если честно Их реально невозможно Запомнить Да Учитывая то Что есть бренды Которые появляются Столько в России И в Китае Их даже либо нет Либо они не пользуются Большой популярностью Их там никто не знает Практически В общем да Ну на самом деле Мы получаем Ну скажем так Упрощенные дешевые версии Китайских автомобилей На китайском рынке Конечно машины Им поинтереснее У них остаются Я вот тоже изучал эту тему Вот Но тем не менее Видим что Ну сегодня По последним данным Автостата Продажи Китайского автопрома На российском рынке Уже достигли Сорока процентов Это просто Какие-то нереальные Объемы А вот все остальное Чуть отодвигается К концу года Я думаю Эта цифра Перевалит за 50% Слушай Как не хочешь Говорить о чем-то другом Теперь В 2023 году Ты все равно Упрешься в китайские машины Без вариантов вообще Слушай Если от них пока Абстрагируется Мы позже к ним Напомню Вернемся Всегда же были Модели Которые считались Неугоняемыми Ну например Вольво Да Есть такие модели Которые Сейчас как-то ситуация Изменилась Нет Смотри Моделей неугоняемых Не существует Есть малоугоняемые Ну малоугоняемые Хорошо Да Допустим Вот Если ты же сказал Вольво Да вот Мне как-то Я про это тоже говорил У меня был Ну то есть автовладелец Значит Мы защищали его машину У него угнали Вольво XC90 Я открыл статистику Специально Это было в 2017 году И там было По России угнано 9 автомобилей Да То есть Ему вот тяжело Объяснить Что у него была Малоугоняемая машина Для него лично Да Но 9 автомобилей Это ни о чем Да Вообще ни о чем То есть это как там Вот есть мини-куперы Французские автомобили Да Их там угоняют штучно Десятки Там на десятки идет Ну то есть расчет Но для него лично Потеря составила То есть она у него Даже не была застрахована Там у него Ну на тот момент Стоил там миллион А подожди У него угнали? Да У него угнали машину Вот он говорит Вот у меня была Вольво Ее угнали Я говорю не может быть Это когда было В каком году? В 17-й год Да Это в старом в кузове Или уже? В старом да XC90 Вот То есть у него была Малоугоняемая машина Да То есть ну можно Он просто попал Вот в эту статистику Поэтому В эти 9 несчастных автомобилей Да И опять же Есть просто малоугоняемые машины Которые не пользуются Спросом на вторичном рынке Кстати говоря Вольво очень сложно Продать на вторичном рынке Если кто-то сталкивался Довольно сложно То есть нужно либо Сильно сбросить цену Да Вот Либо ну Просто ждать Пока найдется покупатель Нет Вот Ну например Если берем мы Японские автомобили Тут машина Минимально теряет стоимость И у нее очень высокий спрос Ну да Просто еще раз Криминальный рынок Полностью диктует Спрос вторичного рынка Это нужно понимать То есть чем популярнее машина Тем выше у нее Вечерняя передача продолжается Меня зовут Влад Кутузов Всех приветствую В студии сегодня также Андрей Кондрашов Мне кажется Человек который больше Вообще Всех в мире Уж извини Андрей Так скажу Больше всех в мире Знает о том О безопасности автомобиля Я в этом убежден Не больше может быть Ну Как бы Один из этих Аккуратно Так скажу Хорошо Слушай Знаешь о чем хотел спросить Часто ли бывает Когда Заказывают Конкретную машину Ну в основном И в силу каких причин Я просто слышал Такие истории Есть Смотри Вот Как правило Заказчик Вот если всю схему смотреть Да Вот есть организатор Группы Да Есть несколько стадий угона То есть первая стадия Это поиск машины требуемой Но как правило Требуется именно Модель Год выпуска И цвет ее Да И комплектация Но эта машина Не идет на разбор естественно Да Это на продажу Вторичного рынка На ней потом будут дататься Это как правило Машины от 2 до 5 лет Они пойдут Именно на вторичный рынок Документов Вот Технические работы По перебивке ВИН И реализация самого автомобиля То есть вот эти 4 стадии Угон Документы Перебивка И продажа Вот Там конкретно Вот Опять же Вот надо угнать Эту машину Этого человека И такие угоны Заказные есть Но они как правило Не для того Чтобы эту машину Продать как-то А чтобы просто Ну Возможно Навредить этому человеку Может быть он должен денег Там Или Ну то есть какие-то у него Долги там Да Либо его просто как-то Наказать там за что-то Ну короче Какая-то мера воздействия Месть Такие угоны были Вот На На моей практике Это было в 15-м году Когда угнали Бентли И его долго искали Потом его нашли сожженную Вот в Подмосковье Вот То есть там просто задача была Ну человека лишить машины Слушай Крамольная вещь Скажу А зачем было угонять Когда можно было сразу Вот непонятно Вот Странная история Угнали сначала Видим Может быть хотели Именно попросить выкуп За эту машину Ну потом Ну Владелец Решил Может быть Для того чтобы нанести Знаешь Максимальный моральный вред Ну да Может быть моральный вред Но по крайней мере Машину сожгли То есть ее не разбирали Ничего То есть вот она была Сожжена То есть вот Такие случаи есть Вопрос пришел Спасает ли аэрография От угона Аэрография Мы уже говорили В прошлый раз Об этом просто напомни Скажем так Машин с аэрографией Очень мало Поэтому чтобы говорить Об их статистике угонов Но на моей практике Есть три случая Когда угоняли Автомобили с аэрографией Один из них Кстати Ягуар С аэрографией Баба Яги Ну имеется ввиду Крупная картина Да-да-да Потому что мелочи Ты не обратишь внимания Просто надо понимать Да что Присупники в любом случае Снижают свои Сдержки на Ну ремонт Способность автомобиля Чтобы привести его В товарный вид Машина должна быть В товарном виде В который легко продать Понятно что машину с аэрографией Очень сложно продавать Мало того она везде там Ну будет понятно Что это машина угона Но сейчас есть например Очень дешевый способ Изменения экстерьера Пленками автомобиля Либо машину могут разобрать И продать запчасти Например Компаниям Которые занимаются Ремонтом каршерингов Автомобилей Таксомоторных парков Когда им вообще не важно Что на детали нарисовано Им важно что она Эта деталь Работоспособная Не знаю там Дверь в сборе Да Ее просто обтянут там Желтой пленкой Наклеют логотип Такси И все Она пойдет работать Поэтому Высокая вероятность Что автомобиль Если с аэрографией Будут угнаны Его разберут на запчасти Ну и просто Этих автомобилей Очень мало Что говорить О какой-то статистике Так конечно же Это снижает риски То есть чем Привлекательнее автомобиль Будет Во-первых Когда будет двигаться Его легко будет искать И по камерам И по всему И надо тратить время И деньги На привод этого автомобиля В товарный вид Для рынка Поэтому аэрография Действительно снижает Очень сложная история Такая затратная Да Но надо еще помнить Что вам придется Этот автомобиль Еще на вторичном рынке Продавать И вы столкнетесь С теми же самыми проблемами Потому что Желающих купить Машину с аэрографией Какой-то Я тоже Ну то есть Это очень сложно Я думаю Владельцы Автомобили с аэрографией Подтвердят это То есть когда ты делаешь Какой-то рисунок Личный Там С какой-то тематикой Эту машину Потом довольно сложно Продавать Роман пишет Есть достойные Противоугонные средства Но говорят Что у гонщиков Есть не менее Достойные Угонные средства Андрей об этом Знает все практически Я точно знаю Сейчас дочитай Смотри В частности Есть некий паук Который подключается Напрямую к ключевым Датчикам Со своим блоком управления И таким образом Получается обход Любой противоугонки Знаете ли вы Что-нибудь об этом пауке Действительно ли он Настолько эффективен Роман спрашивает Да Знаю Причем Значит Идея какая Что Некоторые противоугонные средства Они препятствуют Запуску двигателя То есть отключая Питание какого-то Исполнительного устройства Например Там питание форсунок Питание катушек Питание какого-то Блока управления И угонщику некогда Разбираться Где этот обрыв Произошел И где устройство Которое защищает от угона Блокирует цепь Ну проще всего Подать это питание Наверное напрямую Это все равно Вот как Я на пальцах Люблю объяснять Вот есть выключатель Есть лампочка Вот я выключатель Включаю А лампочка не загорается Где-то в стене разрыв Ну я не буду его искать Как мне зажечь лампочку Я могу взять И на патрон Напрямую 220 вольт Подать И лампочка загорится Ну оптимальный вариант Да вот паук представляет себе Такое же устройство Как правило Это вообще внешний блок Управления двигателем То есть который Запитывается с аккумулятора Прямо под капотом И на него Либо накидываются Разъемные исполнительные элементы Форсунки Датчики И прочее Либо это паук Так называемый паук питания То есть который напрямую Подает питание на испытанное устройство Опять же Обходя эти все блокировки Вот Но для этого нужно попасть Под капот И в правильном охранном комплексе Обязательно должна быть Защита подкапотного пространства При помощи дополнительного замка Это просто вот Основа комплекса Строится на защите Доступа под капотное пространство Андрей У меня очевидный вопрос К тебе Он просто в воздухе витает Я думаю тоже Многих интересует Мне кажется Самое актуальное Вообще сейчас В 2023 году Где-нибудь Существует Противогонная система Со 100% эффективностью Ну я всегда говорю так Что защитить 100% Автомобиль Это невозможно сделать Вот прямо защитить его Любую машину можно угнать Весь вопрос В квалификации угонщика В наличии у него времени В рисках Которые он затрачивает И самое главное В экономической целесообразности Этого угона То есть если например Эту машину очень сложно угонять То есть у него должен быть Целый ряд инструментов Знаний Это вызывает срабатывание тревоги Например То что машину пытаются угнать Например Об этом стало известно Жителям первого этажа Потому что там сработала Очень мощная сирена Вот кроме того Угонщик понимает Чтобы для угона этого автомобиля Нужно например Ломать двери Ломать капот И прочее То есть эта машина Требует дальнейших денег И времени на восстановление То есть он делает А угонщик то он получит Как он вчера машину Такую привозил Да К заказчику А сегодня он привезет Полностью разрушенную машину Ну если бы я был заказчиком Я бы ему не все деньги заплатил То есть нужно смотреть на угон Как на предприятие И мы видим Что если мы делаем угон Экономически нецелесообразным Длительным по времени Очень рискованным Машину просто бросают Да Через полчаса Через час Но ее бросят Ну по крайней мере Не знаю Мы делаем комплексы Которые Показали свою эффективность Если интересно Я могу раскрыть Поподробнее А давай об этом поговорим Сейчас Ну смотри Значит Первое что Вот так Знаешь простыми словами Чтобы всем было понятно Что это из себя представляет Я вот говорю Что например Защита которую я делаю Она работает Если она не работает Я например В случае угона Тебе выплачу Полмиллиона рублей В случае угона Это раз Во вторых Я говорю Что моя защита Электронно не взламывается А если кто-то покажет Как она взламывается Я заплачу Пять миллионов рублей То есть если есть Какое-то электронное устройство Ну покажите Как оно будет работать Слушай все вот эти Как ты рассказывал Тетрисы Да Да-да-да То есть Основу То есть это гарантия Причем подкрепленная Там сертификатами Потом защита от угона Надо понимать Это не просто Какое-то одно устройство Противоугонное Это некий ряд мер Направленных На как раз Усложнение процесса Самого угона То есть Зная технические Особности угона Конкретной марки Модели автомобиля Можно выстраивать защиту В общем чем мы занимаемся Мы сначала исследуем Как машина угоняется Какое оборудование Используется Участвуем в том числе Там экспертиза Вместе с МВД Изучаем это оборудование И уже вырабатываем После этого Какие-то алгоритмы защиты В том числе Мы сейчас Очень провели Масштабные исследования Китайцев Если интересно Мы тоже про это Слушай А про китайцев В следующем части Я думаю прям целый час Посветим китайцев Потому что тема такая Масштабная Обширная И сейчас Ну она актуальнее Актуальнее С каждым днем Цифры Скажу тебе На сегодняшний день Мы защитили Более 9500 автомобилей И из них У нас состоялось 94 попытки угона Практически все попытки угона У меня документированы На ютуб канале Можно посмотреть Ну то есть Я выезжаю на попытки угона Смотрю Как действовали преступники Но это уже Кому интересно Могут посмотреть Роман вот добавляет Ну что же Тогда получается Что этот паук Вообще убивает Смысл любой противоугонки Я сильно сомневаюсь Что возможно Защитить подкапотное пространство От доступа В таком случае Можно Специальные замки Еще раз Которые работают Электромеханические замки Есть механические Но механические Менее надежные просто А вот замки Которые именно Дополнительно закрывают капот И не дают его вскрыть преступнику То есть он дергает Трос изнутри У него либо трос не дергается Это так называемые Замки в разрыв Либо он у него дергается Но дополнительные замки Не дают вскрыть капот То есть капот нужно ломать То есть тем самым Соответственно Механические просто выламываете Конечно да То есть тем самым Привлекая Соответственно К угону автомобиля Там других лиц Да то есть Ну это нужно Орудовать монтировкой И замки эти кстати Вскрыть просто так невозможно То есть нужно иметь Опять же инструмент Время В некоторых случаях Надо вывешивать там машину На подъемник Чтобы их открыть Нормально без повреждения Так что Электромеханические замки Обязательно должны быть В составе охранного комплекса То есть без них никуда Мы сделаем небольшую паузу И через несколько секунд продолжим Продолжаем вечернюю передачу Напомню Сегодня в студии Помимо меня Андрей Кондрашов Эксперт по защите от угона Номер для ваших сообщений 8 926 400 92 и 0 И Назвоните в прямой эфир 728 7701 Код Москвы 495 Андрей Знаешь о чем хотел спросить Ну вот Те системы безопасности О которых ты только что рассказывал Насколько я понимаю Это очень сложная Так Технические Технологические истории Да Требующие времени Какие владельцы Каких автомобилей Давай по другому спрошу Владельцев Каких автомобилей Ты бы призвал запариться Вот так вот сильно По поводу Ну во первых Понятно что это не каждому Да если у тебя старенькая Toyota Corolla Да может быть угоняемая модель До сих пор Но нет смысла просто вкладываться Королл скорее всего Сейчас уже на запчасти Будут угонять Да Да Это Ну не важно Владельцы корейских автомобилей Да То есть которые возглавляют На стоп 5 Это Напомню там Рио Сантафе Значит Солярис Ну и может С этим списком Принципе ознакомиться Топ 5 угона Корейских машин Да Также автовладельцы Которые имеют Японские автомобили Это прежде всего Camry 200 Coulon Cruiser 150 Prada RAV 4 То есть эти автомобили Очень пользуются Спросом часаугонщиков В общем Вот То есть это Ну соответственно И автомобили Немецкого автопрома Это BMW То есть на сегодня Вот В статистиках Та же присутствует То есть BMW FFG Кузове Audi Mercedes Ауди сейчас Среже стали Меньше А с чем он связан Как ты думаешь Почему Из-за Просто их меньше Стало меньше Да Их стало меньше Просто потребность У автовладельцев Вторичного рынка На Audi Долго Долго Недорогие В S-классе Их устанавливают А Их стоят вообще В другие автомобили Да В другие автомобили И не обязательно Mercedes Да С-класс Если посмотреть Статистику Да Она небольшая Там несколько Десятков в год Их угоняют Но Их нигде не находят То есть эти автомобили Идут под нож полностью Вот То есть именно Из-за салона Слушай Получается у Mercedes Есть большая проблема Они сделали Слишком удобные И хорошие сидения Ну да Очень комфортные За которыми Я даже в лонгрузере Их видел Как-то Вообще Человек заморочился То есть у него Я от Эски Ставил салон Причем Конечно я не стал Спрашивать Откуда этот салон И он особо не спрашивал И устроила цена Он поставил Не проще было купить Ну вот новый салон Стоит в три раза дороже А новый Если вот Где-то Ну заказывать Сейчас вообще Его невозможно заказать Так что Слушай Вернемся к статистике По поводу Того Какие машины Угоняют В основном Сейчас Наверное Бэушные Да Больше всего Нежели Вообще Новые машины Которые только появляются На рынке Их не угоняют Это Ну где-то в течение Двух лет происходит То есть когда выходит Новая модель Причина очень простая Ее тяжело продать На вторичном рынке Потому что Любая машина Которая только вышла С небольшим пробегом Она всегда возникает По ней возникает вопрос А почему ее продает Автовладелец Как правило Там придумывают Всякие истории Типа В связи там С переездом за границу В связи с лечением Там Покупкой дома Там какие-то Бывают объявления Вот Новая машина Как правило Но она не продается Да То есть ты ее купил У тебя все устраивает Небольшой пробег Всегда должен вызывать вопрос Либо у него техническая Неисправность какая-то Которую не может решить дилер Вот В основном Топ угонов На вторичный рынок Идет с двух до пяти лет Это вот Автомобили с двух до пяти лет И позже пяти лет Это как правило Автомобили Которые идут донорами запчастей То есть когда автопроизводитель Соворачивает конвейер свой Перестает выпускать запчасти Есть конечно же аналоги китайские А для китайских машин Это оригинальные уже запчасти Ну да Вот И в общем-то появляется спрос На рынке бу запчастей Почему? Во-первых Причина тоже простая Я тоже вот узнавал Оказалось, что практически все владельцы Таксомоторных парков Да Они ремонтируются бу запчастями Избежая издержки свои Да Ну если у тебя машина была в аварии И там нужно применять крыло, фару, капот Тебе без разницы, что Они не новые Мало того, новый капот стоит Там 50 тысяч А бэушный Там стоит 7 тысяч рублей И ты его обтягиваешь пленкой Ну понятно, что Функционал не меняется Вот Кроме того, сейчас Каршеринговые компании В том числе при ремонте своих автомобилей Точнее компании, которые Выполняют подряды по их ремонту Тоже бу запчастями ремонтируются Потому что некоторые запчасти Просто очень долго ждать И некоторые невозможно Например, на автомобиле ВАГ-группы Это Шкода Октавии В основном И Вольксваген Ну вот, который есть Именно в таксомоторных парках Вот И также владелец Который покупает там машину С 7-8 лет И когда он сталкивается с ремонтом Он тоже почему-то смотрит В сторону бу запчастей Потому что он Ну офигевает От цены новой запчасти А ее еще и нету А на разборке Пожалуйста, ты приехал Купил И все Слушай, ну запчасти Это отдельная история Об этом тоже Мы периодически говорим Наверное, тоже нескончаемая тема Будет она длиться Я даже боюсь представить Сколько лет Вот Потому что Ну правда неизвестно Во что это все выльется Там проблема же не только в цене Которая как-то меняется Очень быстро Причем не в лучшую сторону Проблема еще в том Что даже человек Который готов заплатить Он не может дождаться То, что То, чего раньше ты ждал Три дня условно Сейчас ты можешь ждать Чуть не полгода Сейчас некоторые запчасти Да, прям дилер говорит Либо вообще не дождаться Я же говорю сейчас По статистике страховых компаний 90% выклад По риску Ущерб Именно по ДТП Происходит в денежном эквиваленте То есть Автовладельцу Причем автовладельцу Представляется право Пожалуйста Ты можешь отремонтироваться У дилера Так как дилер Официальное лицо То ряд санкций Не позволяют просто Эту запчасть получить Хотя она есть на рынке С серыми схемами Ввезенные и прочее Вот И автовладелец У него есть право Выбора Ждать полгода Эту запчасть где-то И у дилера Оставаться на ремонте Либо взять эквивалент суммы И пойти отремонтировать Свою машину Гораздо дешевле Еще, кстати, у тебя в кармане Потом останутся денежки Потому что Тебе выплатят компенсацию По стоимости дилера Вот сейчас 90% выплат Именно компенсация деньгами И понятно Что автовладелец идет И ремонтирует машину Свою БУ запчастями Либо не оригиналом Соответственно Слушай, ну здесь зависит от того Какие запчасти тебе нужны? Конечно, да Если они не влияют Никак на безопасность Ну как бы Ну и бог бы с ней А если это что-то По ходовой Очень-очень По ходовой Подушки, да Лучше, конечно, покупать оригинал И что в этом случае делать? Полгода ждать? Нет, серые схемы Опять же Воза оригинальных запчастей Они существуют И в общем-то В интернете Все это можно найти Эти запчасти будут Даже дешевле Чем у дилера Стоят Они будут в наличии Но можно их купить Например, привезти к дилеру И попросить его Развести ремонт Многие, кстати, так и делают Слушай, я хотел спросить Еще по поводу Вот Я даже, честно говоря Не особо в теме А ты ты человек Который лучше всех В этом разбирается Обычные сигнализации Которым Многие привыкли Ну типа пантеры Типа кобры Уже таких нету На рынке Вот эта вся история Ну есть какие-то аналоги Да, примерно такие же Да, все, что было связано С названиями животных Да Это все в канулово лет уже Да, все тигры там И прочее Это все уже в канулово лет Сигнализации подобного рода Они сейчас Насколько актуальны вообще Или можно в их сторону Не смотреть Ну, надо еще раз понять Сигнализация Она Еще раз Она сигнализирует Да, она зовет владельца На помощь Если ее не заглушили Не взломали Котграббером Вот Она позовет владельца На помощь И в общем Надо понимать Что в случае Установленной просто Сигнализации Даже если вы получили Тревогу Тревогу, да Нужно самому Тратить Скажем так Рисковать жизнью и здоровьем Чтобы предотвращать Ну да Ну, я сплю там Четыре утра У меня там Зазвонил телефон Тревога Открыта дверь Допустим Ну, у меня машина Стоит на другой стороне дома Я ее визуально не вижу Ну, мне надо надеться Да, там Выйти Ну, если Ну, я прям возьму Ключи от машины Да Вот Ну, в общем Меня могут там Просто ждать И отобрать эти ключи Например А может быть Задача там Как я уже говорил Просто чтобы я открыл дверь В квартиру Там стоят люди Которые в общем-то Знают что у меня Какая-то сумма денег В квартире Машина или квартира Да, всегда предотвращение угона Своими силами Ну, соответственно Для жизни И здоровья автолодельца Некоторые риски Да, поэтому Правильно Подходить к защите От угона комплексно Чтобы автомобиль Самостоятельно защищался Без помощи кого-либо И это В принципе Возможно сделать Что? Слушай А на какую сумму Можно рассчитывать Странный вопрос Тоже задам Такой дилетантский Да На какую сумму Можно рассчитывать Чтобы получить Ну, более-менее Вменяемую защиту автомобиля Смотри Тут все зависит От технических особенностей Конкретного автомобиля Да, то есть Нужно учитывать Обязательно Способы угона Этого автомобиля А также Условия эксплуатации Автовладельцем Автомобиля Потому что Например Если автомобилем Ну, просто простой пример Ты бассейн там посещаешь Или нет Ну, допустим Посещаешь бассейн Периодически Периодически Вот Вот если вся защита Оканчивается какой-то меткой Да Которую можно просто Взломав отверткой Шкафчик Все твои вещи Собрать в пакет И уехать из этого бассейна Это не защита от угона Да, то есть Там нужно Предусматривать Там авторизацию На кнопках Чтобы Ну, то есть Еще раз Зависит от технических Особенностей И особенностей Эксплуатации Конкретного автомобиля Если говорить о суммах То минимальная Примерно На сегодня защита Она стоит Где-то От 70 тысяч рублей То есть Которая перекрывает Основные риски То есть Она не просто Там блокирует Двигатель Но это еще обязательно Не препятствует Угонщику записи Дополнительного ключа Исключает Ретрансляцию То есть Использование Технических средств Для угона Опять же Конкретного автомобиля И вот Соответственно Выше Скажи, пожалуйста Если В системе безопасности Или там Сигнализации По-разному Можно называть Тебе виднее Есть Удаленный Запуск Ну это Это всегда плохо Это наоборот Хорошо Это уже Можно сказать Это уже по умолчанию Должно быть В любой нормальной Охранной системе Мало того Не просто автозапуск А еще так называемый Бесключевой автозапуск То есть Это когда Автовладельцу Не надо лишаться Второго ключа Потому что Раньше Давно Лет 7 назад Для того чтобы Лет 7 назад Это теперь очень давно Уже считается Очень давно В 2015 году Требовалось Чтобы провести Автозапуск удаленный Для двигателя Нужно было У автовладельца Забрать второй ключ Положить его Разобрать Подключать его Только в момент Автозапуска Чтобы он не работал В обычной схеме Чтобы нельзя было Угнать машину Использовать Самый же ключ Появились так называемые Бесключевые обходчики Которые позволяют Некоторыми алгоритмами Обойти штатную Систему иммобилайзера То есть Нужно обязательно Смотреть В сторону Чтобы сигнализация Поддержала Бесключевой обход Тогда можно безопасный Автозапуск делать Ну соответственно Автозапуск делается Безопасным как То что Когда машина стоит И прогревается Любое воздействие На автомобиль Перевод селектора В драйв Нажатие педали тормоза Снятие с охраны Без метки Каким-то образом Тут же приводит К глушению двигателя В общем И срабатыванию Полной охраны В том числе И использование Кстати специальных блокировок Которые работают Только при движении Это тоже очень важно Потому что Если мы изначально Не даем угонщику Запустить двигатель Кстати у Игоря Возвращаясь к пауку Да-да-да Чем Роман писал Представим Что мы угонщику То не будем Препятствовать запуску двигателя Пусть он его запустит Ну если он смог Обойти там Предыдущие контуры Прописать свой ключ Ну пусть у него Двигатель запустится Но когда он тронется У него там Через 3 метра Двигатель заглохнет То есть так называемые Реле Которые имеют Встроенный датчик движения Это очень важно Почему? Потому что машина Была припаркована Допустим возле дороги Через 3 метра Проехав Она уже будет На поражей части Мало того Что машина заблокировалась Когда она встала Она снова дает Запустить двигатель И не понимаешь Какая цепь блокируется То есть Нет времени Продиагностировать Да, можно пытаться Накидывать паук Там И дальше мучиться Вот Но если она у тебя Изначально запустилась Пускай едет Но машина Дальше заблокируется Вот такой простой Ты упомянул сейчас Штатный иммобилайзер Я вдруг подумал о том Что Смотри Вот есть человек Да У него есть автомобиль Ну Так Средней угоняемости Скажем Не в самом топе Но и не вольво Скажу так Штатный иммобилайзер Хоть в чем-нибудь Ему поможет Если кроме него Нет больше ничего вообще Вообще нужно смотреть На штатную защиту Что она равна Всегда нулю Потому что Рано или поздно Уже хорошо Приступники Разрабатывают алгоритмы Ее обхода Это касаемо всех автомобилей На всем пока На всей истории Это то что с кодом Да Это просто Вот если взять всю историю Автомобилестроения Мы видим Производитель пытается Внедрять системы Блокировки двигателя Не имея штатного ключа Но со временем Находится алгоритм Почему это происходит Потому что нужно понимать Да что штатная система защиты Одни и те же блоки Одни и те же алгоритмы Мало того Они еще применены Не только к конкретной модели А вообще к целой серии То есть если брать там Тойоту То есть в ней Принцип работы Иммобилайзера Что в Камре Что в Короле Что там в Авенсисе Он будет один и тот же Ну да Да и в общем-то Выработав способ взлома Иммобилайзера На просто на одной машине Можно применить его К целому модельному ряду Конкретного года выпуска В общем-то Что мы и наблюдаем Ну вот Или например Уязвимость радиоканала При помощи ретранслятора Мы видим просто Что появляется устройство Которое позволяет Передавать сигналы От штатного ключа К машине Не важно какая у тебя там Тойота Там 200-й Крузер 150-й Все То есть один человек У квартиры Второй у машины И машина спокойно Открывается И запускается двигатель Вот поэтому Штатная система Она изначально уязвима На это нужно рассчитывать Однако Нужно понимать Что угонщик Все равно должен Потратить время На ее отключение И если мы Даже в этом моменте Мешаем То есть он пытается Прописать свой ключ А у него ключ не прописывается Он пытается Ретранслировать сигнал От квартиры А у него ничего не работает Вот на этом этапе Тоже можно мешать угону То есть заранее Потому что мы знаем Как он будет действовать Вот от самого начала До конца И если мы на этих этапах Тоже ему пытаемся мешать Именно в обходе штатной системы То можно создавать Надежную защиту Слушай А сама технология Иммобилайзеров За последние 5-7-10 лет Она поменялась Или в принципе Она такая же В принципе меняется Да То есть на сегодняшний день Самый хороший Вот скажем так Долго Скажем Теймблайзер Требующий Длительного обхода И оборудования Специализированного Дорогого Конечно же У европейских автомобилей Это касаемо Особенно автомобилей Мерседес И BMW Вот G-серии Там очень сложная Система защиты Штатная Но тем не менее Ее тоже можно взломать Просто нужно Очень время большое И иногда Скажем так Машину могут угнать Ретранслятором А вот уже Дописывание ключей Это происходит В отдельном месте Требуя онлайн соединений Всяких и прочего Ну короче Это непросто Да Это очень сложно Да Наименее защищены Это опять же Продолжают быть Корейские автомобили Японские в том числе Хотя Toyota Мы видим Тоже делает какие-то изменения Вот Ну и соответственно Китайские автомобили Вечерняя передача На радио Москва ФМ Вечерняя передача Продолжается В студии Влад Кутуз Всех приветствую И сегодня у нас В гостях Практически как дома Эксперт по защите От угона Автомобилей Естественно Андрей Кондрашов Андрей еще раз Приветствую тебя Привет Спасибо что пришел Слушай Ты так долго объяснял Вот эту историю И она технологически Мы об этом говорили Сегодня уже Достаточно сложная Да в плане защиты автомобиля И Елена написала сообщение Насколько удобно Пользование этими Противоугонными комплексами В повседневной жизни Кажется что сам не уедешь На своей же машине Вот Да В плане обслуживания В плане разобраться Со всем этим На самом деле Насколько это просто Или сложно Да охранный комплекс Он должен максимально Быть удобным В эксплуатации То есть Ну для примера Защита строится На какой-то метке Да Которую нужно носить с собой Или например Вместо метки Может быть привязан Личный мобильный телефон Владельца Но опять же Этого недостаточно Потому что телефон Можно метку Как я говорил Украсть Поэтому необходимо Пройти некоторую Авторизацию в салоне Что такое авторизация После запуска двигателя Перед началом поездки Нужно Ну нажать Какие-то штатные кнопочки На руле Например Ну ваш пин-код Некоторый Да Ну почему это не сложно Нас пин-коды Преследуют в жизни Везде Там пин-код Банковской карты Постоянно вводить надо Без них вообще Невозможно жить Да домофон в подъезде Там прочее Иногда даже ощущение Что их слишком много Да Их слишком много Ну я думаю Что если в машине Такой добавляется код В общем-то Это Скажем так Не усложнит Процесс эксплуатации То есть Перед началом поездки Мало того Система напомнит Звуковыми сигналами Нужен например Джойстик круиз контроля Нажать там Два раза вверх Один раз вниз Например Вот Ну соответственно Если все нормально Можно ехать Если ненормально Машина поедет Но при этом Будет заблокировано Вот То есть Вот такая простая вещь Это спасает От кражи ключей А кстати говоря Если за рулем Женщина Тут надо понимать Что Ну может быть Это Так даже Больше не привычка То есть все носится В одной связке Обычно ключи Да Носится Вот И носится В том числе и метка А летом Женщина ходит В платье И просто эту метку Ну некуда деть Она будет в сумочке Сто процентов Вот Поэтому Как говорится Там при краже Например на сумочке Эту машину Можно угнать Вот То есть Чтобы такого не было Есть вторичная авторизация Как я сказал Или пин-код на кнопках То есть сел в машину Ввел код Поехал Вот не ввел Никуда не поехал Слушай я вспомнил Что у меня у жены Метка в сумочке лежит всегда Я ей передам от тебя Большой привет Сегодня ночью Обязательно Когда приедут Супера Слушай Еще вот о чем Хотел спросить Ну что Начнем про Китай Ну давай Мы же целый час Мы же целый час ждали Ну слушай Главный вопрос Конечно Стали ли угонять Китайские автомобили Или пока еще Недостаточное количество Времени прошло Да К сожалению Стали Да И это показывает Вот статистику Потому что совсем недавно Буквально несколько месяцев назад Была информация Что пока еще нет Ну во всяком случае Каких цифр конкретных Не было по этому поводу Да Вот есть некая Ну статистика От автостата За у нас получается 22-й год Сейчас я ее открою Посмотрю Значит у нас Лидеры У нас Так Вот смотрим 22-й год Лидерами у нас стал Great Wall Haval Да А это в прошлом году уже В 22-й Да Это за 22-й год Статистика выходит С очень большим запозданием Обычно в марте В апреле Все посчитают Мало того Сейчас еще официальную статистику Все сложнее и сложнее Доставать Да Ну вот которая сейчас есть Соответственно Было угнано в России 323 Автомобиля Вот на втором месте У нас Cherry 305 автомобилей Это кстати Очень мало По сравнению с корейцами Это примерно Там 5-7 процентов Угона корейцев И в том числе Японских автомобилей Значит дальше У нас идет Lefant 165 автомобилей Geely 74 автомобилей Бит 23 Вот Это по России Да-да-да Это казалось бы Ну небольшая статистика Потому что Ну 350 автомобилей Там горит Волгу Но это немного Вот Потому что опять же Ежегодно в Россию гоняют Ну порядка 20 тысяч автомобилей Раньше было 50 тысяч Сейчас конечно статистика упала Вот значит С чем связан Рост количества угонов Китайских автомобилей Это конечно же Рост опять же Вторичного рынка По этим машинам То есть как Грэд Волл у нас Давно появился Или Хувер Они Да Они же сейчас Хавалы Вот Машина уже давно Присутствует на рынке Есть востребованность В том числе И запчастей Вот А также автомобили Черри Уже давно на рынке Поэтому По ним статистика угонов Была там И понятно Что в предыдущие годы Просто сейчас Виден именно рост Угонов именно Китайских автомобилей Чем больше этих автомобилей Будет на рынке Чем выше спрос Автовладельцев Тем выше будет статистика Это прям Прямая закономерность Вот Ну похоже Ситуация повторяется Мне кажется С корейцами Когда Там 13-15 лет назад Когда появились корейские машины Их всерьез никто не рассматривал Статистика угонов Была нулевая Но опять же Со временем Чем больше был парк Тем выше была статистика А причем Времени прошло немного Как-то они очень быстро И вдруг все поняли Что корейские машины Вполне себе едут Да-да Причем еще как И едут Периодически Получше Чем некоторые известные Да Кроме того Сейчас видно Что Китайскими автомобилями Ну то есть Не только автовладельцы Начинают они пользоваться спросом Но еще и Массово они начинают появляться В таксомоторных парках Это прямо видно Буквально за полгода Каршеринг Да Каршеринг в том числе И это вызывает рост Соответственно Спроса на БУ запчасти Это надо понимать Вот Страховые компании Пока Насколько я вижу Не сильно реагируют На Повышение коэффициента По риску гон По этим машинам Потому что Опять же Как я говорил Прям новые модели Которые только появились Их практически не угоняют Потому что Ну их тяжело продать И нету такого прямо Ажиотажного спроса Вторичного рынка На эти машины Вот Ну обычно Два-пять Два-пять лет Пройдет Два года пять лет И Можно будет уже смотреть На статистику Слушай Ну вот Смотри Ты Привык Устанавливать Системы безопасности Противоугонные устройства Да Можно по-разному их называть На Устанавливать Неправильно Защищать от угона Защищать от угона Скажем так Спасибо, что поправил На те модели Которые хорошо знакомы И тебе И всем остальным Сейчас появились китайцы У них не всегда Все логично Даже Это машины с изюминкой Назовем так аккуратно В мультимедиа Там есть интересные Решения у них В кавычках Когда нужно Вентилятор включить Через там Десять кликов Зайти сначала В меню Пройти Догадаться Что это находится Именно там Не все очевидно В плане установки Систем безопасности Правильно говоришь Да, да, да Тоже не все так очевидно Есть какие-то сложности Сложности абсолютно нету Тут важно Насколько мы Скажем так Точно И правильно Исследуем Цифровые шины автомобиля Сигналы Которые нам нужны И которые мы должны Туда отправлять Вот опять же Оборудование Это сертифицируется Обязательно Вот поэтому Автомобиль Остается на гарантии Проразводителя Вот То есть как быстро Мы вычитаем Так называемую Каншину Да Тем быстрее Мы можем внедрять Противоугонные устройства На конкретную модель И марку автомобиля Вот Сейчас в принципе Покрытие довольно высокое Вот Практически все основные Вот модели Китайские продаются На российском рынке Они могут нормально Быть защищены от угона Слушай Ты говорил по статистику ВВ спрашивает Угоняют ховер Или хавал Или нет Да, конечно Угоняют Конечно, да Просто им очень мало Ну Скажем так Еще раз Вот там Было статистике 300 с чем-то Автомобилей Да, я говорил Вот И среди них Например Новые хавалы Их там будет Ну несколько десятков Статистики Опять же Так что Это небольшая доля Но это в основном Новые модели Которые появились Там год-два назад Или старые Совсем еще Двухпятилетние Автомобили Да В основном Роман пишет Расскажите Расскажите пожалуйста Про Теслы И электрокар Мы об этом Кстати спасибо Роман Что напомнили Мы об этом Тоже хотели поговорить Вообще Есть спрос Спрос Рива Статистики Вообще Никакого нет По электромобилям Потому что Их очень и очень мало Прямо просто Вот Если говорить Про рынок Американский То да Там есть угоны Теслы И довольно Но это у них Там и нет Да Здесь у нас Просто рынок Очень-очень мало То есть Электромобилей И на нем Не видно Криминальной Все электромобили Которые делают Производители Которые производят Обычные Да у нас Двигатели Там же система Штатного мобилайзера Точно такая же То есть там Ну Производители Не заморачиваются Делая что-то уникальное Для электромобилей Там серийная система А Ховер Спрашивает ВВ Ну да Ты же сказал Да конечно Ховер Да 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 Гритволы Цифры не очень большие К счастью пока Но с другой стороны Их будет Становить все больше и больше С каждым днем Практически С каждой недели А по поводу Теслы Ну наверное в этом Нет никакого смысла Да просто Сейчас да Ну как ее На разбор ее Ну это странная история Несколько Да в Америке Вот это да Там целая вообще Там такая мафиозная структура С этими разборами Тесла Конечно За их разбирают Отправляют запчасти В Европу Там Ну это отдельная вообще Тема А там на серьезном потоке Да 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 Там угоны Тесла Там прекрасно происходит В том числе кстати Ретранслятором Который для них Специально сделан был В общем то Илон Маск ввел Там дополнительные системы Защиты Для этого в новые Тесла Вот поэтому Вот предыдущие Тесла Они там просто были Тотальные уязвимы Для угона Мы кстати говоря В ролике На ютубе там По-моему года Два или три назад Я показывал Как легко гоняется Тесла Можете посмотреть на ютубе Главное чтобы это Не стал лайфхаком Да нет Там серьезное оборудование Которое я думаю Доступно не каждому Да не каждому доступно Слушай так вот По поводу китайских автомобилей То что у них стоит штатное Оно в каком состоянии Вообще находится Оно серьезное что-то Или на это можно Не обращать внимания Во-первых Да мы наблюдаем Что в Киеве Прости И отличается ли оно От того что стоит штатного На немцах условно говоря На японцах Да от японцев Немцов отличается Но слабо отличается От Китайских автомобилей А соответственно Китайские машины Теперь тоже Тотально уязвимы Значит Мы исследовали ряд Там китайских производителей Я вот недавно снял ролик На ютубе Можно посмотреть Угоны китайских авто Нет которые я вчера Смотрел Значит что там Во-первых Начинает обнаруживаться На применительных Китайским Первое Что меня начинает В общем-то удивлять Из автомобиля Из штатной системы безопасности Прости пожалуйста Пока я не забыл Тебя найти в ютубе Андрей Кондрашов Да Андрей Кондрашов Защита от угона Так Удивляет что Удивляет то Что начинают Выбрасываться Элементы безопасности Которые многие Уже привыкли Первое Это защелка руля То есть Когда мы выходим Из автомобиля С ключом Открываем дверь У нас такой щелчок Жжик происходит Но мы к этому привыкли Все Это зачем сделано Чтобы Руль у тебя Не крутился Да Что если вдруг Машину захотят Даже угнать Там допустим Волоком Перевести Чтобы руль Не крутился Ну тупая механическая защита Да Тупая механика Но она не тупая Там электромеханическая защелка Она участвует В общей системе иммобилайзера И например Такая тактика Есть угона Замена блоков То есть Когда мы берем Блоки от другой машины Быстро подкидываем их Под капотом Блок управления Блок иммобилайзера В салоне И у нас машина Начинает запускаться С других ключей Вот защелка В этом плане Очень круто работала Потому что Ну да У тебя двигатель запустился Но ты маневрировал Сейчас Андрей Прости Мы через секунду После перерыва Как раз Андрей расскажет Почему он заговорил Вообще об этой защелке Да А так вот собственно Та самая защелка Которой мы все Уже давно привыкли Вот Используем не то что Годами и десятилетиями Теперь Я боюсь даже предположить Да Все ее нету То есть если мы берем То есть совсем прям Они ее убрали Да мы убрали Там Мы берем блок Так называемый Пепс Это Пассив Энтри Пассив Старт Модуль К которому ключи Привязаны блок Управления двигателя Мы берем Просто меняем их И у нас двигатель Запускается там С других ключей И мало того Защелка не залокирует Можно ехать без проблем Все Вот Кроме того Вот эта тенденция Убирания защелки руля Она наблюдается сейчас у BMW То есть новые BMW Которые сходят с конвейера Там тоже защелку убирают То есть Вообще по нормам Европейским И нашим В том числе Чтобы машина прошла сертификацию И была допущена к продаже Должна Должна быть Обязательно Механическая Механический блокиратор Перепятствующий Движению автомобиля Там Третьими лицами Да там условно Так подожди Они это чем-то заменили Да Это электронная коробка То есть они говорят У нас есть электронная коробка Пожалуйста Пока у вас нет ключей Вы ничего не переключите Все То есть это дает Ну возможность Пройти сертификацию Ну то есть фактически Они нормативу как бы не нарушают Да Не нарушают Вот пока ключа нету Вы коробку с селектором Электронной Не переключите в драйв Да логично конечно Но если я поменяю блоки От другой машины У меня начнет она тоже переключаться Вот То есть отсутствие защелки руля Это первое Да Второе Сама схема построения мобилайзера Очень интересная И полностью сопоставима С корейскими автомобилями Как она работает Конкретному Вину автомобиля Причем не важно Какой там Это Хавал Оттление танка Там это Черри Их ветки Амода Иксиды Чинганы Ну в общем Основное перечислил Короче все Все да Там сделана такая схема Что вот есть ВИН номер автомобиля Производитель под этот ВИН У себя держит Некий персональный пин-код Для доступа К мобилайзеру Потому что В автомобиле могут произойти Такие вещи Как например Владелец утерял все ключи Да то есть вот Ну я потерял все ключи И все Или мне надо третий ключ Он бывает такой да Да у меня есть друг Я хочу дать ему машину У меня ключи Например у жены Ну вот Третий ключ я хотел записать Хочу записать Дилер не может эту процедуру Просто так провести Как он делает Известен номер автомобиля Он фотографирует машину Создает заказ-наряд Отправляет производителю Например автомобиля Черри В Китай В Китае получают информацию Что есть У ихнего дилера стоит автомобиль Требуется записать ключ Или все ключи утеряны И в ответ Производитель присылает дилеру Некий пин-код Он может быть там От 4, 8, 16, 32 значит Ну вот То есть просто так ты его не можешь получить Нет невозможно получить Только через официальный дилер Официальный дилер У меня прибор Вводит этот код И начинает работать с ключами Можно выписывать ключи Записывать Добавлять Что угодно делать Вот Самое интересное Что значит Для китайских опять же Производителей Появились приборы Опять же сделанные Самими же китайцами Которые этот пин-код Могут вычитать Прямо изнутри блоков То есть мы подключаем Оборудование И оно вытягивает Оттуда данные определенные Отправляет на специализированный сервер Потому что видимо Мощности этого оборудования Не хватит для расчета ключа Этот расчет происходит Где-то на специализированном сервере И буквально в течение 10 секунд Прибор получает этот код То есть не надо к никому обращаться Вот Самое интересное Что Я тут вообще тоже Очень был удивлен Что этот код Зная ВИН автомобиля Можно купить просто на Алиэкспрессе То есть вот Мы заходим на Алиэкспресс Например Автомобиль Корейские автомобили Там все доступны Пожалуйста Вот Там у нас доступны Китайские маши автомобили То есть я пересылаю Продавцу ВИН номер Определенную денежку И он мне в ответ Присылает пин-код доступа В штатный иммобилайзер Все То есть я таким образом Имея прибор Который не поддерживает Чтение кода изнутри блока Могу взять И просто записать туда ключ Слушай, подожди Я что-то не понял Значит, если я Условно говоря Нехороший человек редиска Да Я могу зайти в телефоне Прямо сейчас В приложении Алиэкспресс Да, да Зная ВИН номер Зная ВИН код Да, автомобиля Да, да, да Получить пин-код доступа К штатным иммобилайзерам И, собственно, на этом Конец истории В общем, да Но, смотри, опять же Нужно учитывать Что это специализированное оборудование Да, ну, понятно Что у нее там Как-то стоимость есть Вся процедура ввода кода Доступа в блоки Она занимает какое-то Определенное время Да Вот Где-то требуется онлайн-соединение Да То же самое было Для корейских автомобилей Вот Но со временем Да Преступники Они как же совершенствуются Они создают алгоритм Да, устройство Которое выполняет Всю эту операцию Сразу же При подключении К диагностическому разъему То есть, опять же Напомню, что Все это оборудование Работает через диагностический разъем В ногах у водителя Который находится Нужно подключиться Зайти выбрать марку Запись ключа Ввести тот код Вручную набрать Считать его Потом набрать Все это занимает время Вот Опять же Преступники просто берут И создают устройство Которое Повторяет этот алгоритм Просто оно Специально заточено Именно для записи ключа Вот на черном рынке Оно так называется Заводилки Вот они существуют Для разной кучи автомобилей В том числе И для корейских То есть, оно также Вытаскивает код И позволяет быстро Записать ключ Я тоже У себя это в ролике Показывал Там в течение 40 секунд Происходит запись ключа Для китайских автомобилей Ну, эта процедура Может составить Там 20-30 секунд Вот Если такое устройство Будет создано То есть, еще раз Преступник проникает В автомобиль Включает Диагностический Разъем Своего оборудования Которое прописывает Ключ Который принес С собой злоумышленник Вот Ну, в общем-то Но, опять же При помощи специальных Программаторов Мы этот алгоритм повторили Я вот Недавно, опять же Снял ролик И мы это показываем Мы в GLE2GELU Записываем Неоригинальный Универсальный ключ Для китайских автомобилей На самом деле Он для разных автомобилей Ну, вот Его можно подстроить Там для записи В корейские машины В японские В китайские Ну, универсальный ключ Мы слегка записали В память И, в общем-то Им можно управлять И запускать двигатель Слушай, ну, а смотри Очевидно же Что сами производители Об этом, конечно же, знают Конечно Но было бы странно Предполагать, что они не в курсе Наверняка в курсе Они как-то с этим Пытаются бороться? Да, конечно Пытаются бороться Ну, вот, например Сейчас для новой GLEMANJARA Расчеты записи ключа Уже требуют онлайн-соединения С сервером Вот Но, опять же Будет ли это Как-то использовано Найдены дырки В этом алгоритме Записи ключа Это, опять же, покажет время То есть Еще раз Вот введя вот эти пин-коды Производитель Таким образом, да Ограничил Чтобы третьи лица Не могли зайти в амбелайзер Работать с ним Но оказались уязвимыми Во-первых Сами коды внутри блоков Их можно вытащить Потом Мы не знаем Как на Алиэкспрессе Получают эти коды Потому что Код, который мы запрашивали Покупали для машины А вот это, кстати, отдельный вопрос Как они туда попадают вообще? Вообще непонятно Нет ли там элемента сговора? Неизвестно То есть Опять же Мы не можем контролировать Куда девается база От производителя Это, да? Ну их же нельзя на шару Подобрать Да, ну потому что Например, на Киа На Киа Как-то утекла база Там, значит, было к ВИН-номеру Привязана механическая секретность Ключа Выреза То есть Вот по ВИН-номеру Вот я потерял все ключи Мне нужно попасть в машину Да, вот мне нужно попасть в машину Мне достаточно было Отправить ВИН-номер И мне могут наточить Нарезать ключ Под мою машину Вот эта база Куда-то утекла Правильно? Как она утекла? Кто за это ответственный Вот Поэтому вот Уязвимости остаются Кроме того Если говорить про корейские машины В США же там вообще была целая История вот с этими Киа Бойс Слышал? А что там было? Напомнили А, ну там очень просто Просто, значит Концерн Киа Поставлял в Америку Автомобили С отключенным штатным мобилайзером Вообще, в принципе Его там не было Ну, точнее, он был Но программно не был активирован Поэтому достаточно было Это ошибка была просто? Это брак? Мне кажется, это просто Сдержки производства То есть, чтобы снизить Себестоимость сам мобилайзера Может быть, отсутствовали блоки какие-то Я точно не знаю Но там мобилайзера как такового Который препятствовал запуску двигателя Не было То есть, можно было взять Просто железное жало Повернуть замок зажигания В общем, двигатель запускался То есть, единственное, что оставалось Это защелка руля И вот как раз идея всего этого челленджа Была в том, чтобы Значит, снять кожух нижний Кое-где там Засунуть определенные элементы И эту защелку руля разблокировать И потом Замок зажигания полностью выпадал И там оставался, соответственно, такой лепесточек В который вставлялся USB кабель Просто он механически На него налазил И можно было переключить зажигание Включить и запустить двигатель И там был целый челлендж Там подростки Особенно из криминальных всяких районов Они угоняли эти машины Катались на них Врезались в другие машины Для них это было как развлечение Вот кому интересно, посмотрите Kia Boys называется Очень такой челлендж Там нереально был в ТикТоке Сейчас, конечно, все эти ролики забанили И как, в общем-то, логично следовало Киев, значит, выставили иск Соединенные Штаты сами Для того, чтобы возместить ущерб Автолодельцам, которые, в общем-то, подверглись Криминальной, соответственно, вот этой составляющей Слушай, так возвращаясь к истории Китайцев Не, не только Китайцев, конечно, да К той истории, что теперь нет защёлки вот этой Да, защёлки нету Значит, BMW объяснила тем, что у них коробка передач Да, всё электронное А китайцы чем объясняют? Тем же самым? Тем же самым, да То есть, опять же, это элементы, которые не входят в защиту И тем самым можно снизить сдержки на производстве автомобиля Понятно, да, что можно её как снижать? Шумоизоляцию плохую ставить Дешёвый пластик Элементы, салоны Это же всё ведёт к удешевлению Плохих вещей можно много наговорить Да, решение производства, в общем-то, это и есть конкурентная борьба Андрей, Максим к нам дозвонился, давай послушаем Максим, здрасте Доброй ночи Добрый Добрый Скажите, пожалуйста, что вы можете сказать по поводу владельцев Лада Веста? Вот у них есть система ГЛОНАСС, у них есть простая штатная сигнализация И как вообще владельцы этих автомобилей защищены от угона и так далее И вообще, есть ли угон этих автомобилей сейчас? Да, ну ГЛОНАСС вообще... Максим, а вы имеете в виду штатную, да, систему безопасности? Да, абсолютно штатную, у меня сигнализация не установлена Да, ну, во-первых, ГЛОНАСС у нас стоит на всех автомобилях Не только на Ладе Вести Это обязательство, да, обязаны все владельцы ставить ГЛОНАСС работает только в случае ДТП, напомню И можно принудительно кнопочкой вызвать оператора, если у вас какая-то проблема Да, вы стали свидетелем аварии там или прочее Я, кстати, тоже на Ютубе подробный ролик снимал, как работает ГЛОНАСС Если интересно, посмотрите Очень полезно будет, возможно, кому-то жизнь сохранить Или свою Вот, значит, по поводу имбелайзера Веста Он, ну, скажем так, угонов Веста Сейчас у меня цифр просто нет под рукой, можно посмотреть Веста есть в угоне Отечественные машины сейчас не так стали популярны, как были раньше В основном угоняли десятки, приоры и все остальное А почему, кстати, потому что меньше их стало? Просто по востребованности у автовладельцев плюс запчасти Это вообще рейтинг годов Угонов все составляли российские автомобили Вплоть до 2018 года Когда не перехватили, соответственно, корейцы Это лидерство, да Вот, вместе с японцами Вот, у Веста есть в статистике Ее угоняют не так часто Вот, ну, просто элементарными средствами защиты Я бы там озадачился Вот То есть, ну, скажем так, прописание ключа Потом на автомобилях Лада не очень качественные Вообще, в принципе, элементы блокирующие руль Если у вас с замком зажигания автомобиль Там очень легко все проворачивается Поэтому лучше задачиться о защите какой-то минимальной Слушай, а зависит ли угоняемость той или иной машины от региона? Да Наверняка, что да Да, да, да Ну, вот та же Веста, подозревая, что в Москве, может быть и нет, да, скорее всего А где-то в регионах, где их там Так и есть В южных регионах угоны отечественных машин больше Потому что их там просто больше И востребованность их выше То есть, это обязательно нужно учитывать региональные особенности Ну, то есть, лучше на Весту поставить что-то? Ну, что-то, да А если что-то, то, что минимальное, может быть, без конкретного названия Вот что должно быть там? На Весту, например Чтобы более-менее спать спокойно Да, с ней особо Ну, то есть, этот автомобиль, опять же, нужно понимать Что чем выше стоимость автомобиля на стоящей рынке Тем больше заработают преступники, да, нужно это понимать И тем на большие риски они готовы идти при угоне Да, то есть, угон Лексуса, допустим, и угон Весты Он может и то, и то угнать Но ему предпочтительно понятно, что угнать Лексус На выше дорожку Да, и он с ним будет больше заморачиваться Больше оборудования иметь для работы с этим автомобилем, чем с Вестой На такие автомобили я обычно рекомендую, ну, например Это установить сигнализацию просто для контроля автомобиля Для автозапуска двигателя Кстати говоря, современные производители там и Starline, и Pandora Они поддерживают там бесключевой запуск На этот автомобиль тут не нужно терять ключ Вот, и как минимум там добавить, допустим, какой-нибудь замок на рулевой вал Или какой-то еще дополнительный мобилайзер под капотом Это вот минимум то, что там нужно сделать Просто, чтобы быстро не уехала машина И, кстати, хорошо мне напомнил сейчас Starline, и Pandora, и еще куча всяких брендов Почему-то я, видимо, как человек немолодой, уже вспомнил про Пантеру И что еще там было? Да, вот этого всего уже нету, да Сильно изменился Да, потому что сейчас вышли в лидеры То есть это компании 4, можно сказать, остались основные Кто занимается именно производством охранных систем Причем на очень высоком уровне Лидеры, это, конечно же, Starline компания Они сейчас занимают 70% рынка, наверное Далее идет Pandora, Tech Electronics и компания Автолиз То есть вот это, скажем так, четвертая основная Но они же по функционалу плюс-минус одинаковые Да, примерно по функционалу одинаковые То есть со временем это все стало более-менее похоже По функционалу, по надежности Но, опять же, все зависит от гарантии, которые дают производители Где-то 5 лет, у кого-то 2 года Кто-то дает гарантию на электронный взлом Кто-то не дает Но, в принципе, системы практически похожи То есть по функционалу, если говорить о топовых системах Потому что там есть разные линейки Опять же, в зависимости, опять же, от условий И какие функции нужны автовладельцу Потому что нам некоторые системы поддерживают Так называемый пляжный режим То есть это очень круто Ты берешь в машине, оставляешь все Телефон, ключи, документы Машина закрывается Вся, ну, то есть становится в охране В охране некие метки, ничего это не работает То есть даже если глумженник попал в машину Он не сможет ничего сделать, запустить Но ты можешь взять полотенце, пойти искупаться И, возвращаясь к автомобилю, например, нажимая кнопку открытия багажника Введя свой персональный какой-то код Разблокировать автомобиль очень удобно Особенно на рыбалке Не надо с собой ничего брать Рисках утопить Слушай, это действительно удобно Потому что у нас всегда на пляже где-то, где есть большая проблема Телефон, ключи Да, 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 все можно Пропуск, пластиковые карточки И вся вот эта вот история Плотенце взял, пошел, искупался, вернулся, поехал Ну и все верно Вечерняя передача на Москва.ФМ продолжается Меня зовут Влад Кутузов Сегодня рядом со мной в студии Андрей Кондрашов Эксперт по защите от угона Естественно, говорим в первую очередь О безопасности наших с вами автомобилей Номер 8926-400-92-0 Это для сообщений Звоните в эфир 728-7701 Код Москвы 495 Андрей, я знаешь, о чем хотел спросить еще Как Нехорошим людям Которые пытаются периодически завладеть автомобилями Удается так быстро идти в ногу со временем Ну то есть вот вся индустрия безопасности Она же достаточно быстро развивается и мощно Все время что-то меняется, все время что-то допиливается Возникает что-то новое Но эти товарищи, они ведь Они успевают практически за всем Ну учитывая, что... Там работают, сейчас просто говорю Там работают реально гении Ну нужно... Или все-таки есть, знаешь, какой-то момент сговор Никого не хочу очернять Но всегда же вытекают какие-то базы Продается какая-то информация Эта история, ну к сожалению, во всем мире распространена Это в том числе, нужно учитывать, что Огромные суммы, да В рублем и даже евром эквиваленте Крутятся на криминальном рынке При продаже угнанных автомобилей, да Это позволяет, соответственно, инвестировать В современные разработки В том числе сами инженеры Находясь там, ну, так называю По ту сторону фронта, да Они постоянно совершенствуют эти изделия, да Тем самым они имеют очень хороший заработок Мало того, вот в России Это очень строго начали пресекать То есть производство всяких кодграбберов Электронных девайсов для тестирования автомобилей Взялись за это в 2010-м примерно году И практически все вот эти инженерные умы Они переехали, как правило, в страны Восточной Европы То есть это Румыния, Болгария И, в общем-то, там это, я считаю, такое Основа производства всех этих электронных девайсов Кроме того, постоянно совершенствование Это оборудование связано, сперед всего, с тем Что утекают, да, технологии от производителя Через разные там источники, да В том числе вот базы электронные При привязке пина к ВИНам Да, да, да И прочее Но еще и совершенствуется само оборудование Для вскрытия этих алгоритмов Например, как то декапсуляция процессоров То есть когда, например, чтобы достать ключ шифрования Из процессора прям по чуть-чуть снимают слои Добираются до транзисторов Вычитывают оттуда данные То есть вплоть до этого В том числе используют для вытягивания этих разных ключей Она же вообще очень непростая история Да, очень непростая, высокотехнологичная Но, тем не менее, она существует Вот, примером этому можно сказать Вот последнее вскрытие алгоритмов шифрования автомобилей Киа и Хюндай То есть когда появились вот эти устройства Тетрис То есть когда они позволяют Имея запросы от автомобиля То есть когда мы хотим ее открыть Нажимаем на кнопочку, да Либо мы вставляем руку Срабатывает сенсор Машина начинает искать ключ И вот по этим запросам Зная ключи шифрования Можно сгенерировать ответ ключа То есть не нужно ретранслировать ключ двух преступников Иметь в схеме Просто подходишь к автомобилю Набираешь запросы Тебе рассчитывается в течение минуты ответ ключа Ну от 10 секунд до минуты В зависимости от модели марки И все, автомобиль видит штатный ключ По сути, который симулирован электронным прибором Который разработали вот инженеры Вот это прибор Ты можешь сделать все Открыть автомобиль Снять сигнализацию Да все, он штатным ключом То есть то же самое практически, да? Да, в общем-то С этим и связан в том числе Рост угоняемости их автомобилей Спрос вторичного рынка Плюс легкость их угона Все То есть это вот как раз все вместе сводит И автомобиль становится в рейтингах угона Ну вот Устройства эти Ну, я уже говорил Защититься от них можно Заблокировав радиоканал При помощи специальной метки Так называемой Блокировка штатного радиоканала Обязательно должна присутствовать в комплексе То есть когда В отсутствии метки Либо вашего телефона Штатный ключ просто перестает работать То есть точнее он работает Но машина на него не реагирует Многие спрашивают Можно ли взломать метку Ретранслировать Метку вот как раз взломать невозможно Мало того Производитель говорит Что ну взломайте Вот вам 5 миллионов Я заплачу, да? То есть метка лучше защищена Чем штатный То есть еще раз Метка российского производителя Защищена лучше Ее радиоканал Чем производителя корейских автомобилей И в том числе Чем производители Европейских автомобилей Понимаете, да? То есть уровень современной Инженерной электроники Российских производителей Выше чем европейских Корейских и японских Слушай, в таком случае Возникает логичный вопрос Если есть метка Можно ли еще заморачиваться Над дополнительной Какой-то системой безопасности? Ну опять же Метка это всего лишь Средство авторизации И управления Можно привязать телефон Как метку Потому что Они работают на блютуз протоколе Опять же Весь вопрос еще В защищенности протокола От ретрансляции Это тоже отдельная тема Но метка защищена от этого Вот, значит В том числе, кстати И алгоритм работы с телефоном Тоже защищен Значит Метка это средство управления А вот чем она будет управлять Алгоритмы защиты автомобиля То, что в отсутствии метки Например, не работает Диагностический разъем То есть нельзя прописать ключ В отсутствии метки Например, у тебя закрыты Замки капота Они не позволяют вскрыть Для замены блоков Например, для разблокировки двигателя В отсутствии метки Не работает радиоканал автомобиля То есть при нажатии На штатный ключ Машины не реагируют Например, его просто взяли Дописали на сервисе Кстати говоря В большинстве автомобилей В китайских во всех Тебе не говорится Сколько у тебя ключей в памяти То есть может быть Шесть максимально ключей А тебе на руки дали два А может быть Тебе записали дополнительный ключ Или при посещении мойки Тебе взяли И вот этим прибором Записали ключ Для последующего угона автомобиля Владелец об этом не узнает И вот для этого Как раз в отсутствии метки У нас не работает Ни один ключ Который был рабочим Для автомобиля Например То есть от метки Строятся уже алгоритмы защиты В том числе и блокировки двигателя И прочие там вещи Вот То есть правильно Нужно подобрать Именно алгоритм защиты Учитывая техническую особенность Конкретного автомобиля И возможности его угона Возвращаясь к китайцам Мы по-моему не договорили Вот Та базовая защита Которая стоит Ее практически Мы считаем Что ее нету Прям вот так Да-да Можно сразу говорить Что машина не защищена С завода в принципе никак То есть покупая Новый китайский автомобиль Неважно какой Да я так правильно понимаю За 2 миллиона За 15 миллионов Ну в принципе да То есть вот все И опять же Везде где используется система Пин-кода доступа в амбилайзер Эти машины Тотально выявили Все То есть вот По ВИНу можно определить Пин-код Кстати я рекомендую Сразу ВИН закрывать Но опять же Это не мешает Через регистрационный номер Автомобиля Узнать ВИН Вот Я рекомендую всегда Закрывать ВИН номер Под лобовым стеклом Просто в принципе Чтобы Нельзя было быстро По базе Пытаться вытащить Игорь спрашивает Механическая защита спасет Да Спасает Мы в прошлый раз Об этом говорили Можно подробнее кстати рассказать Потому что мне кажется Как-то в последнее время Эта история потеряна Это раньше Помнишь да Были популярные блокировки педалей Что еще Блокировка руля Ну педали руля Это тоже не эффективно Но это очень давно было А что сейчас есть из нового На сегодняшний день Эффективные блокираторы рулевого вала Да Я считаю их не очень удобными И недружелюбными К владельцу Потому что это такая железная Огромная штука Ее надо полезть там Воткнуть в определенное место И то у тебя руль должен быть В определенное место повернут Чтобы он правильно работал Вот на некоторых машинах Где гидроусилитель Электроусилитель руля Она не работает Вот я недавно мне Писал владелец хавала Ему поставили на дилере Замок рулевого вала Но сказали Что он препятствует Вращению руля Только в случае Если двигатель не запущен Ну офигеть А зачем ставили тогда Да Вот он случайно забыл его убрать Запустил двигатель И просто свернул всю конструкцию Может быть еще дилер Неправильно поставил Неправильно затянул винты Но это Значит нужно что понимать Что если угонщик Не готов к снятию этого замка Он машину скорее всего бросит Вот Просто надо еще понимать Что этот блокиратор Нужно втыкать постоянно То есть я заехал в магазин Мне нужно его воткнуть Я понятно На ночь приехал Нужно его воткнуть Слушай Ну надежная вещь Но крайне неудобная Мне кажется Да Неудобная И кроме того Если преступник готов К его снятию У него есть электромеханический инструмент Как правило Это автономный аккумуляторный инструмент И в общем мы делали тест Когда мы спилили замок А точнее крепление Где он там вот находился Да Производитель заявлял 30-минутную устойчивость И мы его спилили там За 8 по-моему Минут или за 10 Не помню Сейчас можно посмотреть на ютубе Вот Мы просто решили проверить А так ли его легко вообще снимать Ну в общем Два замка было у нас на тесте Но мы их прекрасно перепилили Да Это вызывает шум Привлечение внимания к автомобилю Но опять же Если автовладелец 8 часов спит И сказано Что замок препятствует Угону 30 минут Ну хоть 2 часа Хоть там 10 минут То есть У меня 8 часов нет рядом с автомобилем И меня вообще не спасет Что он там Столько сопротивлялся То есть если еще раз Преступник готов к снятию замка Он его снимет И мы это наблюдаем При попытках угона То есть когда Преступник располагает временем У него нет рисков Он не обнаружен У него есть все условия для работы Он продолжает работать с автомобилем И такого нет понятия Что вот 15 минут Не могут машину угнать И ее бросают Вот Он будет пытаться угонять ее Максимально до последнего Пока его риски низкие А слушай От ВВ пришло сообщение Спрашивает Насколько можно спать спокойно Ну вот тебе Он прислал фотографию Просто сигнализации Старлайн Модель я к сожалению Не могу определить Ну просто брелок Ну если просто сигнализация Установлена спокойно Точнее вы будете спать неспокойно Она будет срабатывать Там на салют На проезжающем мусоровозе И прочее Вот сигнализация Еще раз К защите от угона Никакого отношения не имеет А алкоголик пинул тебе там в колесо Да Вот это просто Это сигнализация Она сигнализирует Еще раз Вот она Сработает брелок Что он будет делать Это опять же связано С рисками для жизни и здоровья Опять же сигнализация Будет сопротивляться Ровно то время Когда откроют дверь И найдут сам блок Вот Если говорить про установки У дилера Да Там сигнализация Ставят за час За два Правильная защита от угона Требует времени От трех до пяти дней Чтобы понимать Вообще Объемы работы И конечно же Это стоит Не 15 тысяч рублей То есть Как это обычно Ну есть гаражные сервисы Там где Сигнализацию за два часа Ставят За приборную панель И типа Управляешь машину Закрываешь И автозапуск Ты же по брелку поймешь Что это такое У нас сейчас будет небольшой перерыв Буквально там Несколько секунд А ты посмотришь Продолжаем вечернюю передачу 8-926-400-92-0 Номер для сообщений Звоните в эфир 728-77-01 Код Москвы 495 Мы рассмотрели Фотографию Верни мы Я посмотрел Ничего не понял Андрей посмотрел Да Скорее всего Что это Б6 или Б9 Что с ней делать Ну лучше Обратиться В фирменный центр Старлайн Ее вообще лучше Демонтировать Поставить Более современную систему Потому что это уже Устаревшая система Которая К сожалению Была подвержена Электронному взлому Мне кажется Что эта система Наверное Года 2010 Или 2009 Установлена Еще была Ну вот То есть Лучше обратиться В фирменный центр Чтобы они посмотрели Точно модель Потому что этот брелок Подходил Под несколько серий И главное Чтобы там был Диалоговый код Если там диалогового кода Нету То это значит Что система Была электронно взломана Потому что Наступил момент В конце 2000 Точнее В конце 2000-х годов Наступил момент Когда рынок Наводнили приборы Так называемые Кодграберы Которые взламывали Ну там 99% Сигнализации Которые были на рынке Практически все Да И кстати говоря Это стало причиной Тому что Вот эти как раз Сигнализации Из ряда животных Там Пантеры Которые Которые я люблю Очень сильно Скорпионы Весь животный мир Кобры Кобры Всякие Тигры И прочее Они все Отвалились Кто-то пытался Задержаться Выпускать Новые модели Но это уже Не принесло Слушай Они отвалились Не только потому Что они устарели А потому что Они перестали быть Безопасными Да В принципе То есть Они были Электронно взломаны Мало того В одну из систем Не будем говорить Какую С изображением Тигра Удалось даже В суде доказать Что она была Электронно взломана Ну это Андрей Прости 10 лет ей Сигнализация 10 Да Ну скорее всего Да То есть Нужно Обратиться К фирменным Центрам Старлайн В вашем городе Там у них В каждом городе Есть центры В Москве 5 центров Вот И чтобы ее Просто демонтировали Поставили нормальную Надежную систему Вот Из последнего поколения Шестого Особенно То есть там уже Система защищена Электронно И имеют Там всякие цифровые Реле и прочее Для защиты от угона Алексей пишет А если пригнать эвакуатор Здесь внимательно послушай Если пригнать эвакуатор Смоделируем ситуацию Если пригнать эвакуатор С манипулятором Забрать машину И там Спокойно вскрыть В гаражах Хороший вопрос Мне его иногда задают Как неэффективность Любой защиты от угона Значит тут надо Что понимать Первое Да Это Есть понятие Такой экономической Целесообразности угона И риски Которые при этом затрачиваются Значит Преступники Которые берут машину Они должны Надо понимать Да Что это процесс Предприятие Да Некоторое Им нужно привезти Машину в товарном виде Заказчику Он за нее платит Всегда одинаково Например 5% стоимости Рыночной автомобилей Или 10 То есть угон стоит Ну вот Ну то есть до 15% Может стоить угон Иногда документы стоят Дороже чем Само предприятие угон Чтобы понимать Да Вот Значит Вот угонщики Получают свою сумму Им понятно Что им проще Ее взять В скрытие Привезти своим Ходом Да Теперь смотрим на угон Эвакуатором Как на предприятие Да Нужно подъехать Да От огромной машины Не привлечь при этом Внимание Не важно Да Манипулятор То есть надо вытащить Манипулятор Иногда там два человека Должно участвовать И тоже как группа лиц По сговору Там уже по 10 лет Можно заработать Да Сесть подумать Вот Надо погрузить машину Да Ее перевезти Там попасть под все камеры Да И он ее привезет В том же самом товарном виде Но риски при этом Будут очень высоки Именно это кстати основная причина То что в Москве В основном Москва лидировала По количеству угонов Эвакуатором А считалось как угон Эвакуатором То есть есть свидетели Когда машину грузили Да Но ее нет ни на одной штрафстоянке Ее вообще нигде нет Это считается угон Эвакуатором Лексусы Лэнкрузеры в том числе То есть когда использовалась погрузка Вот это очень рискованное мероприятие И ну то есть там люди понимали За что рисковали За высокую стоимость Видимо Тех денег Которые они должны были получить Вот сейчас Вот я последние два года Не слышал вообще Про угона Эвакуатором В принципе Это же раньше Помнишь Сто лет назад были истории Когда Во времена ракушек Когда их поднимали И брали машину Потом ракушку ставили назад Да Машины нет фактически Ну вот То есть приходит человек Все замки не сломаны Все целое абсолютно Ракушка на месте Он заходит А машины там нет В фильме Про Юрия Деточки Когда он гараж да поднял Да Это очень рискованно То есть опять же Я Просто надо себя ставить Себе на место преступника Что Я если был преступником Я не пошел бы На такие риски Для угона этой машины Обычно меня как-то спрашивают Можно эвакуатором угнать Ну проще Не знаю На вертолете магнитом За крышу подцепить И улететь куда-нибудь Да То есть Весь вопрос опять же В экономической целесообразности И рисках для этого В общем Слушай Я с твоего позволения Хочу еще К твоему ответу Добавить ВВ Который писал Насколько можно спать спокойно Вот с этой сигнализацией Которой 10 лет Здесь же наверное Скажи если я не прав Здесь же наверное Зависит Очень много от того Что за машина у вас еще То есть Ну насколько Насколько вам стоит бояться Вообще Может быть у вас просто Неугоняемый автомобиль В принципе Ну здесь Просто идея такая Может и не стоит менять Я руководствую С простой поговоркой Что сохраненное Равно заработанному Да Если вам важно То что вы заработали Да хотите сохранить Конечно лучше защитить От угона Если у вас есть деньги Купить новую машину Не надо ничего защищать И страховать в том числе То есть вот У вас есть деньги Купить новую машину Что бы с ней ни случилось Авария Там Татал Угон Пожар Вот Все Не надо ничего вообще делать И заморачивать Если вы хотите Сохранить заработанное Да Нужно инвестировать Для того Чтобы это сохранить Ну вот По сути Это как Защита должна быть Это как дверь в квартиру Да То есть Почему-то мы хотим Хорошие замки Хорошую там Дверь самую железную Там защита от спиливания От высверливания И прочего А вот Машине нужно подходить Соответственно Это знаешь Как история сказка На новый дорогой автомобиль Примерно то же самое Мне кажется Получается Напомню Это Ну просто вообще В принципе Можно каску не покупать А потом Раз У тебя машину угнали И все Да А там где есть страховка Ну Что-то ты получишь В любом случае Алексей спрашивает А капкан Ну Запрещены устройства Помогает или нет Там есть статья Это умышленное причинение Вреда и жизни Здоровья человека То есть Если ты ставишь Систему с капканом И она например Андрей Напомни для тех Кто не знает Не будем показывать пальцем Капкан это что Имеется ввиду Ну капкан Это просто Перед уходом Можно открыть капкан Например на лесу А Обычный капкан Я думал что это сложный Ну некоторые говорят Давайте там шило в сиденье Там не знаю Магнитрон от микроволновки В подголовник Чтобы там угонщик Мозг там закипел Ну это слишком Жесткая история вообще Которая граничит тоже Да Это все пересекается К сожалению да С законодательством Поэтому Это умышленное Нанесение вреда жизни Здоровью человеку Вот Геннадий спрашивает А замок на автоматическую коробку Спасает? Не спасает Если у вас И какие они бывают Расскажи еще Значит смотри В чем идея Замка на коробку Он как правило блокирует Сам селектор в салоне Что нельзя вывести Из паркинга Но вот этот рычаг Он переключает Селектор Коробки Которая у тебя находится Под капотом В режим драйв Соответственно первый вариант Можно Снять панель И скинуть этот тросик И самому переключить То есть понятно Что рычаг управляет Тросиком То есть первый вариант Из салона его Передернуть В драйв И второй вариант Открыть капот И если у вас там Поперечное расположение Двигателя Это у 80% Автомобилей Можно до этого Селектора Просто добраться Содернув воздуховод В некоторых машинах И просто самому Переключить коробку В драйв Передавительно Конечно на паркинг Поставить Чтобы она не поехала Поэтому заблокированный Вот этот трос В салоне Каким-то железкой Он будет неэффективен Если у вас нет Замка капота То есть вот Простое решение Вот На самом деле Коробку блокировать Лучше вообще не давать Ну скажем так Чем раньше мы Преступнику мешаем Работать с автомобилем Тем лучше Например На сегодняшний день Если вы там Сторонники блокираторов То лучше Пока например Штырей для дверей нету То есть это отдельное Электромеханическое устройство Которое запирает дверь Параллельно со штатным замком Только в режиме охраны То есть в данном случае Угонщик сворачивает личинку Например По повороту личинки У него включается тревога Он дергает дверь Но дверь не открывается Вот чем раньше Мы препятствуем Доступу в салон Тем лучше И вообще Некоторые говорят Вот надо блокировок Побольше делать Но блокировки Это уже самые последние Скажем так Ну ступень Которую должен Гонщик преодолеть Поэтому нужно мешать Как можно раньше Не дать попасть в салон Не дать разбить стекло Специальные пленки Для этого есть прозрачные Не мешают Прохождению техосмотра Не дать возможности Прописать ключ дополнительный Не дать возможности Попасть под капот То есть все Вот этот комплекс мер Он как раз и препятствует угону Он просто понимает Что да Машину можно угонять Дальше есть У меня нет инструмента Надо за ним сходить Там Но опять же Нужно ломать капот То есть он понимает Что работа длительная Привлекает внимание И еще нужны деньги На восстановление машины Все это приведет к тому Что машину бросают Вот Мы это очень видим На практике очень хорошо Слушай Есть какая-то статистика Может быть ты в курсе Вдруг я подумал А цвет машины Влияет на угоняемость Да Влияет Причем Влияет Ровно Опять же Равный спросу В топе Черные Конечно Да Черные машины Японские Камри Черные Это просто Классика жанра Да Черные Камри Лэнгрузеры Понятно Тоже черные В основном берут Хотя В последнее время Мы для попытки угонов У нас там были белые 150 Прадо пытались угнать И белую Камри Пытались угнать У меня есть ролики на канале Я выезжаю на попытки угона И показываю Что там делали Вообще преступники Вот Кому интересно Слушай Значит ли это Что если у тебя машина Ну какая-то яркая Яркая Ну красная Хорошо Красная Зеленая например Да Какая-то там Желтый автомобиль Яркий То шансов Что его кто-то Соберется подрезать Уменьшаются Это опять же Проверка статистики Я считаю Что в безопасности Надо подходить Как в анекдоте Знаешь да Там У женщины Точнее у мужчины Спрашивают Какая вероятность Да там Увидеть динозавра Он там берет калькулятор Долго что-то высчитает Там 0-0-0-0-1 процент Итог дает А у женщины спрашивают Да Какая вероятность Она говорит 50 процентов Как это Ну либо увижу Либо не увижу Ну да И тут то же самое с угонами То есть либо машину будут угонять Либо не будут То есть здесь Рассчитывать на цвет Может быть Твой цвет попал под документы От тотальной машины Такого же цвета Он как раз Нам нужна зеленая машина То есть вот Или желтая У нас просто есть Тотальные документы И нам нужна желтая машина Примерно того же года Подперебить И все Твоя машина попала Под это описание В базе тут же Находится владелец Место прописки Можно посмотреть Или в торговом центре Пытаться угнать Найдя похожий цвет Вот и все Просто опять же Вероятность Либо испытывать на себе статистику Можно же вообще ничего не делать Ну поиспытать на себе статистику Пожалуйста Так что Ну и кстати Может быть ничего не произойдет Никогда Да может и ничего не произойдет Ну угоняют Не каждая же первая машина Да может и произойти А Павел пишет Те кто делают Спрашивает вернее Те кто делают сигнализации Дают гарантию Конечно Я так понимаю Изготовители имеется ввиду Да У производителя Ну я могу говорить Про свою лабораторию Мы даем например Бессрочную гарантию На отказ на работу Ну то есть Пожизненная гарантия Для автовладельца Которого мы защищали машину То есть Вот сколько он владеет машиной Мы отвечаем за комплекс Нет там 2-3-5 лет То есть гарантия Постоянная Вот Плюс соответственно Очень важны Финансовые гарантии Как производителя оборудования Так и установщика Который производит работы То есть если Компания Которая защищает машину От угона Говорит Мы вам в случае угона Дадим например Полмиллиона рублей Это очень круто Ну то есть Куртая гарантия А такое бывает? Да у меня есть такое Пока лежат Никому не отдавал Вот То есть сертификат Дается владельцу Ну угнали Хорошо значит Моя система не работает Вот вам деньги Плюс страховку Человек может получить Там ну пойти Новую машину купить Слушай Но в таких случаях мне кажется Важно не забыть Взять какое-то документальное Подтверждение Да Какой-то договор Конечно сертификат Да договор Обязательно Обязательно конечно Не просто на словах Мы там гарантируем То что например Нельзя систему взломать Электронно Это дает гарантию Производитель Например 5 миллионов рублей То есть ну вот Вы говорите что Все взламывается Все в Китае делается Все делается в России Не взламывается Вот вам пожалуйста Ну покажите взлом там Получите деньги Вот они лежат Вот поэтому это Ну в общем Финансовые гарантии Как раз вводились Вот есть люди Которые так критически настроены Что ничего не поможет Вот Правильная защита от угона Если к ней правильно подойти Да там Правильно выстроить комплекс Она работает Мы это просто Мы просто видим на практике Больше же там Десяти лет на рынке Мы 9,5 тысяч машин защитили У нас 94 попытки угона Все работает Андрей у нас полторы минуты осталось Я хотел бы Знаешь на чем закончить У меня к тебе такой философский вопрос Ну если позволишь Да На нем мы поставим жирную точку Как ты считаешь Вот есть производители Систем безопасности Ну в широком смысле этого слова И есть люди Которые пытаются Все это дело поломать Да Кто впереди находится сейчас В настоящий момент Кто кого догоняет Все таки в итоге Тут смотри Тут важно не только Производителей Сюда оборудование Да внести Но еще и тех Кто монтирует систему Да 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 Ну я в целом Меда у всех Да смотри Защита от угона Она может в принципе Получить 4 результата Это плохое оборудование Плохая установка Не будет никакой защиты Ага Плохое оборудование Хорошая установка Ну тут электронно взломали Ну понятно Как бы ты ее хорошо не ставил Соответственно Хорошее оборудование Но плохо установлено Креустновение Тоже не будет защиты И вот когда хорошее оборудование Качественно Хорошо установлено Мы получаем уже Услугу защиты от угона Значит если говорить Про производители Да Оборудование Производители конечно же Постоянно совершенствуют Оборудование В ногу со временем Да то есть В ногу Скажем так С То есть смотри Криминальные составляющие Да криминальные элементы Они пытаются взломать Те системы Которые сейчас есть массовые Их интересуют Именно массовые системы У нас 10 секунд Прямо быстренько Да Значит на сегодняшний день Впереди Российские производители Охранных систем И качественные центры Которые их нормально ставят И таких немало Это круто же Да Спасибо тебе Андрей Кондрашов был в нашей студии Эксперт по защите от угона На этом вечерней передаче Завершилось Меня зовут Влад Кутузов До завтра До свидания